Листическим исключенным можно стать следствием статифицированного уголовного дела, в результате лакоторных интриг и любых иных разборных спецслужб и правоохранительных органов. В результате устранения конкурентов и пределы собственности, и за мести, и за вести. Бороться за свободу политик исключенных, если любые независимые правосудия, мы не ежедневно. Вопрос освобождения всех политик исключенных, определяющих для будущего страны. Это вопрос о том, будем ли мы жить в собственной стране без страха или властью за количество правосудия. Все, что когда они относятся к характеризующим данным по данному уголовному делу, то есть, как раз таки относятся. И здесь указано, что и ранее Доргом Путеверский преследовали. Они всю жизнь преследуются с момента начала своей антикоррупционной деятельности журналистка. Об этом речи идет в этом характеризующем материале. Как дело они преследуются в 2019-м? Преследование у нас началось по 2019-м? Ничего. Там же папы... Здравствуйте. Здорово. Здорово. Супак. Супак. Здорово. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Поддержавал DimaTorzok с регуранта одного из их инструкционных расследований. Сомфрикованное против Катилевского и Дорогого дела вшито белыми нитками, а так это не мешает подмосковным судам, исправно продвигая журналистам срок садиками под страду. О деталях дела ничего не известно, с арестованных адвокатов везда подписка о нерасглашении. Ведут каналы журналистов ликвидированы, а вместе с ними и подробностей их многочисленных расследований о коррупции подмосковной полиции. Правозащитный центр Мемориал признал Катилевского и Дорогого политических учёных. Встребовании ездить прекратить уголовное дело, имени для нас уводить журналистов, выступала организация «Репортеры без границ». Однако в российском обществе преследование подмосковных журналистов оказалось попросту незамеченным. Но чтобы передать подлинные масштабы репрессии в нашей стране, необходимо максимально громко говорить о каждом политзаключённом в России, говорить о каждой доступной площадке. Завтра политзаключённым может оказаться буквально любой. В тюрьме по-прежнему находится и стоит Юрий Дмитриев, осуждённый по сфабрикованному делу на 13 лет. Уже год содержится в журналистовом Сапронове, который с изменения делается секречен Ивана Бразида от 20 лет тюрьмы. До сих пор в колониях отбывается в районе 2 человека, осуждённых за участие в юридических протестах против фальсификации на выборах в Москве в 2019 году. Из-за участия в протестных акциях в зиму 2021 года к уголовной ответственности были привлечены 134 человека, как минимум 9 из них уже получили реальные сроки. На сегодняшний день число политических заключённых в России уже превышает количество политзакций по временам Брежневского СССР. Выступая в 1976 году с Нобелевской лекцией, академик Андрей Сахаров назвал вина 126 узников совести. В начале 2018 года в списке политзаключённых в Центре мемориала числилось 130 человек, тогда как к концу июля 2021 года в нём было уже 373 фамилии. Только за три последних года количество политзаков в России увеличилось почти втрое. Как правило, эти люди осуждены формально по одним мотивам, например, с длиннее уплаты налогов или хранения наркотиков, а реально преследуются властями и содержатся в заключении совершенно по-другому. За критику власти, за журналистские расследования, зацепи декларируемые политические или философские убеждения, публичную политическую или общественную деятельность и т.п. Политическим заключённым можно сдать следствие сфатифицированного уголовного дела, в результате ненавиатурных интриг и ревнуковых разбор спецслужб и правоохранительных органов. В результате заключения устранения конкурентов и преддела собственности, из-за мести или зависти. Бороться за свободу политзаключённых, если люди независимые правосудные, мы не ежедневно. Вопрос освобождения всех политзаключённых, определяющих для будущего страны. Это вопрос о том, будем ли мы жить в собственной стране без страха или властью за количество провода. Также прошу приобщить заметку официального сайта Комитета защиты журналистов, официальный сайт kpj.org. Дану публикации 26 августа 2022 года, заголовок российских журналистов задержали, избили при задержании беседине всего. Российские власти должны немедленно заболеть журналистов Александра Дорогова и Янис Сверского, снять с них все обвинения, обеспечить свободу и безопасность работе представителей пресса. Заявил сегодня Комитет по защите журналистов. Рано утром 29 июля сотрудники полиции в подмосковном поселке Мострензина сбили товаря Дорогова и Катилевского, заместители главного редактора независимого сайта журналистов расследований Росдержавы. По словам адвоката Катилевского Ольги Балабановой и адвоката Дорогого Константина Барковского, о которых говорили в КЗЖ, в Комитете по защите журналистов, в телефонах интервью, журналистам предъявлено обвинение и вымогательство. Кроме того, Катилевского также обвинили в порче имущества, а Дорогову и Кулиганского по словам адвокатов. В случае признания виновными вымогательствами Дорогову и Катилевскому грозит до 15 лет лишения свободы в соответствии с Российским и Головным кодексом. В случае признания виновным в порче имущества Катилевскому грозит до 5 лет лишения свободы, а Дорогову и до 7 лет лишения свободы за Кулиганство согласно российскому законодательству. Дорогов содержится в следственном изоляторе Егорьевска, а Катеревский в следственном изоляторе Коломны. Получивый жмейный находится за пределами Москвы. По словам их адвоката, сообщили с ним. Как сообщил адвокат Дорогова, 10 августа журналисты Неманковича были сбит с окамерниками. Журналисты Александр Дорогов и Ян Катеревский не должны содержаться под стражей за свою работу, а их жестокие изменения во время ареста и содержания под стражей совершенно неприемлемы. Сказала Гульназан Саид, координатор программы КАЗЖ по Европе и Центральной Азии. Обвинения против обоих журналистов должны быть сняты, они должны быть немедленно особых длинных. Класси должны провести тщательные и прозрачные расследования по высокому обращению с ними. Абвокаты обоих журналистов отрицают все выдвинутые против них обвинения и заявили в КАЗЖ, что аресты являются нестеждая журналистские расследования, в частности за их недавнее совместное расследование предполагаемых коррупционных схем, связывающих в бизнес ритуальных услуг с поставленными полицейскими чиновниками. Прицельский эфире огонь у журналистов во время задержания. Адвокат Катилевского сказала, что сотрудники полиции бросили ее подзащитного на полу, надели на него наручники и били кулаком по голове, в результате чего он облок на дно ухо. Адвокат Дорогого заявил, что сотрудники полиции били его подзащитного на полу, на фенале, в результате чего он облокал. По словам Барковского, власть заочков не было в замоке, но не было ни журналистов, ни его адвокатов. Коверской районный суд Москвы формально переместил Дорогого под домашний арест 28 июля, но не проинформировал об этом ни журналистов, ни его адвокатов. После сдержания журналистов Равенский городской суд Московской области 30 июля предъявил Катилевскому обвинение в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. 17 августа и Берецкий городской суд Московской области принял решение отпустить журналистов о домашний арест. Но, по словам Балабанова, его сразу же снова задержали, прежде чем успел вернуться домой. Предъявили обвинение в вымогательстве. 20 августа следственное дело ЦАО МВД также предъявил другому обвинению в призванской совершенной группы лиц, сказал его адвокат. 19 августа Равенский городской суд Московской области постановил оставить Катилевскому под стражей до 17 октября по сообщению 7 словам Балабановой. Обвинения в вымогательстве и просьб обоих журналистов в рое стекают из жалобы. 21 мая сотрудниками дорожной полиции, в которой утверждалось, что он заказал заплатил дорогу Катилевскому 1,3 миллиона рублей, чтобы те не снимали о нем репортажах, как говорит Балабанова и передается в новостях. Ранее его журналисты опубликовали на ютуб видеоролики усмельничают предстоящие этого сотрудника. Обвинение в Катилевскому уничтожению имущества связано с инцидентом в августе 2019 года, когда Катилевский и Дорков были обвинены в повреждении машины, чей владелец подал жалобу в полицию, оценил нанесенный ему ущерб 85 тысяч рублей, сказал Балабанов. По словам Барковского, обвинение в полиграции против Доркова связано с инцидентом, произошедшим в сновиде 2019 года, когда на него напали сотрудники компании, о которой на него уже журналистка расследовала. Позже сотрудники объявили Доркову в нападение на них. Его адвокат заявил, что Журналист действовал в порядке самообороны и наиболее по своей виновности. 10 августа сокамерники Доркова, следственного изолятора и Егорьевска, напали на него согласно новостным сообщениям и словам Барковского. По словам его адвоката, нападавшие сказали Доркову, что изведение – это расплата за его журналистскую деятельность. Барковский сообщил в СССР, что он вестил Доркову 20 августа и сказал, что журналист томат на одну ногу, мокром подтек под лем глазом, гематома на левом плече, разорванную ухо и жалоба на сильную боль в ребрах и злово окружения. Роздержава публикует статьи о предполагании коррупции среди сотрудников правоохранительных органов, поделяя особое внимание на состровность. В подорогу их сверкла также есть личный блогер, в ютубе он часто рассказывает о предполагаемых проступках в полицию. Каналы имеют в совокупности более 350 тысяч подписчиков. Балабарма сообщила, что полиция конфисковала журналистов к электронной оборудованию после их задержания, подзревать, что полицейские могли получить доступ к их учетным записям в социальных сетях в облачном хранении. Балабарма подала жалобу в Следственный комитет Российской Федерации о чрезмерном применении сил сотрудниками полиции во время задержания журналистов. Сообщила она КЗЖ. Адвокат Доркова подлежал в суде с обвинением журналистов во время ареста и во время его содержания под стражей. По словам Марковского, общественная наблюдательная комиссия по Московской области посетила Доркова, находящаяся под стражей, документировала его телесные повреждения после жалобы его адвоката. После публикации данной статьи Александр Мальцев, член этой комиссии, рассказал КЗЖ по электронной почте о том, что комиссия посетила Доркова в изоляции, подтвердила факт нападения у него, и выдала заявление по городу Егорьевку, ВСУ СК России по Московской области, Егорьевку и городскую прокуратуру для проведения дальнейшей проверки. КЗЖ направил запросы по электронной почте для грецких и равенских судов, а также в главные управления МВД по Московской области для получения комментариев, но не получил никаких ответов. Прошу вам запросить, хоть я вам делаю, репортаж в Радио Свобода на 3 сентября 2020 года под заголовком «Это настоящий Леви Афан», за что посадили избежать нормасонных параллельцев. Ночь на 29-й содержимое репортажа. Ночь на 29-й июля Яна Катеринского и Александра Дорогова, оппозиционных блогеров и журналистов издания «Росдержава» задержали 20 сотрудников СОБР. Блогеры давно занимались расследованием и коррупции в подмосковной полиции, расслабили мошеннические схемы областных приталщиков в лицо похоронного бизнеса, выкладывали всю фактуру на своих оппозиционал в свои 500 подписчиков с первого поседания СИГО. При задержании блогеров журналистов с дилетами депутировали члены ЛНК МОСКО в полиции. Спустя пару дней векций в середине августа на Александра Дорогова на пальцы оппозиционных предназначений Егорьевского куда он был доставлен. По словам его адвоката Константин Барковского, увидевшего его через неделю после извинения, у Дорогова отбиты лёбра, разорваны ухо, подошли нога и предплечья, мать от спрятанных крови. Как убеждая жена Дорогова, своему снукуме официально ухоснуло через снижение Алицарки сообщило, что его избили соседи по камере. Прежде чем начать драку, зачинщики якобы помянули тех, про кого он снимал в своих областительных сюжетах. «Привет тебе, сам знаешь от кого». Так они ему заявили, говорит Милина Дорогова. В отличие от дела журналиста Ивана Голунова, у которого полицейские покинули наркотики, но в результате сами отправили за решетку, журналистов обвинили в вымогательстве Катилевского повреждения чужого автомобиля. Поводом для запитания стал уголовное дело против Дорогого по заявлению сотрудника ДПС. Подверждается, что блогер требовал у него 1,3 млн. рублей. Сами Катилевские Дороговы считают дело закажем и сфабрикованы из-за расследований, которые они публиковали, в том числе на YouTube. Потерпевший по последнему делу один из постоянных героев в видеоролика сотрудника ДПД Павел Горов. Встан после ареста YouTube-канал Катилевского прекратил свое существование. Все резонансные сюжеты уничтожены. Ростников задержанных заставили подписать бумагу о нет оглашения материалов следствия. Таким образом зачищена вся доказательная база их видеорасследования. Причем на этом нет официального решения суда и Роскомнадзора. Как только сотрудниками полиции был получен доступ в технику Катилевского, канал был недалек. Это все, как мы считаем, абсолютно под распределом. Им жгли машины, им угрожали, их и до этого пытались привлечь в уголовные ответственности. Любой это подзаголок. Любой подмосковный район, возьмите, вы видите, это настоящий Левиакан, говорит журналист Атоний Гитроф, друг арестовник. Райминска, Люберца, Жуковский, Дали, Александр, жили неподалеку и проследование чаще всего касались именно этих городов. Понимаете, они люди, которые пытались что-то изменить в окружающем мире, которые не все равно, чтобы вы знали, везли машины, мы урожали, их и до этого пытались привлечь к уголовной ответственности. Как правило, когда кто-то пытается в нашем государстве скрыть на них, его тоже начинают персинговать. Так было здорово в Коцелевском, везде торчат уши либо полиции, либо местных администраций. Александр, здорово, 24, ян Коцелевскому, 39, слабоих синих, у дорогого пятеро детей, про из которых несовершеннолетние. Когда я разговариваю с мужем Еленой, на заднем фоне слышен плач с маленького ребенка. Он меня всегда ограждал от проблем, связанных с его работой. Да, я говорил Саше, что у нас дети, они с Яном были настолько уверены в своей правоте в том, что в законной стороне значит все будет в порядке, продолжается Елена Доркова. О том, что муж арестован, она узнала не сразу, прочитала в интернете, коллеги подтвердили, следователь до сих пор с ними не связался. У них ведь до этого разные редакционные задания были, то разбираясь с полицией, то с работниками ГИБДД. Саша, конечно, обычно сообщал, куда они едут, но тут он долго не выходил на связь. Я вообще хотела написать заявление, что он пропал без вести, переживать или недорого. Да, этот заголовок. Кто-то этим все равно должен заниматься, расходить с корруппированием и преступной схемой. В последнее время они чувствуются, что за них сидят. Говорит Марина, у нас Телевского. Нет, просто не боялись, но я считал, что кто-то этим все равно должен заниматься, распутывать с корруппированием и преступной схемой. А раз никто больше не хочет, то придется самим. Я думаю, он прекрасно понимал, чем это может для них закончиться. Во время задержания журналистов избили. Уже такие доставили ВВС от Московной Логрю. На следующий день туда срочно выехали члены ОМК Московской области. Факты подтвердили. Александр Дорогов в результате задержания получил от собраться в травму позвоночника и вручной помощи. На просьбу вызвать скорую помощь сотрудники ВВС в Логрю не ответили, что это невозможно и запутали. Задержанного, однако, доставили в районную больницу, где сделали УЗИ и окомендовали КТ. Скорую помощь вызвали Дорогов и выживали. Дорогов несколько раз. По словам Дорогов, около 10 лет назад он перенес операцию на умешкового ночных близких, возможно, те и дострадали в результате жесткого задержания. Янка Терешки во время задержания получил травму правого уха и огонь на два дня. А затем даже написал благодарность сотрудникам ВВС за то, что, в отличие от собраться, они его не били, отнеслись уважительно и учтиво. На встрече с членами НК Московской области говорить об обстоятельствах своего уголовного дела арестованные журналисты не имели права, только об условиях задержания. По заголову, бандиты и менты работают вместе. Вскрыли подмосковную банду, раненское движение и ритуал. Подмосковные бандиты и менты работают вместе. Бизнес на смерти 2. Громкий скандал разгорается в Подмосковье вокруг одного из отделов полиции. Это все названия громких материалов телевского и дорого, рассказавших об отжогах, раскрадывавших, об отжогах, угрозах, рейдерских захватах в кладбище, мошенничестве с клиентами, родственниками и умерших, связи к ритуальщикам, поселевиков, взятках и дорогой собственности подмосковных полицейских, полученные неведомым путем. Они занимались вроде бы незначительными местными проблемами, но это оказалось опасным. Под заголовок. Диктофон на смартфоне был включен в 18 часов, писал его разговор с сотрудниками полиции и разговоры между собой, разговоры с судьей. 4 года назад Ян Катеревский стал фигурантом громкого дела. Его задержали за съемку пустыря возле здания Раменского УВД, которое было переоборудовано под парковку, замерзшую территорию муниципальной земли. При задержании изъяли все технику. На диктофон на смартфоне был включен. В 18 часов писал его разговор с сотрудниками полиции. Их разговоры между собой, разговоры с судьей, отсылают всю информацию в облако, рассказывает Антон Гедров. Из записи диктофона Ян Катеревского, 2016 год, эпизод 1, в Раменской полиции. Катеревский, почему нельзя жить по закону Российской Федерации? Вы сотрудник полиции не живете по закону Российской Федерации? Неизвестный сотрудник. Я соблюдаю свои законы. В связи с вами. У вас свой личный слой законов? Ваше. Какое отношение с личностью? Какие интересы отличаются? У меня есть как бы это были характеристики. Мы все были заметки. Эпизод 2. Я не буду слышать все это, наверное. Волк, как вы, к характеристикам, то, что им нужно. Ваша честь, я уже озвучила изначально и дали, естественно, речь идет о дороге в Телецком, как о журналистах, которые страдают за свою журналистскую деятельность. Если прокурор этого не понимает, то это очень печально, на самом деле, потому что такая ситуация не вызывает никакого уважения, можно сказать, к представителю власти, в том числе в вашем лице. За второе. Долст, как утверждается, похоже на голос, что он начальник, ОВД Раменского Сергея Васильевича Мушкина. И речь идет о заказном преследовании журналистов в нашем с вами процессе и оттуда растут ноги уголовного дела, которые мы сейчас с вами слушаем здесь в Левелевском суде. Голос, как утверждается, похоже на голос, он начальник ОВД Раменского Сергея Васильевича Мушкина. Вырвите сумку, у него сумку вырвите, сумку вытащила ему положение. Сейчас ему будет захоронено, просто вырвите, уйдите. Сейчас от вас больше ничего не требуется, здесь камер нет. Камера в коридоре переходит на шокот. Я бы ему сейчас сделал, там камера стоят. Неизвестный сотрудник полиции. Кто стоит? Камера. У меня коридор просматривается полностью. Написод 3. Голос, как утверждается, похоже на голос судей Раменского городского суда, Оливу Голосу. Который должна быть меру наказания для немокотелетского. Судья, эти вещи там гудят, они же не отключены. Вы почему-то не отключили, там он записывающие устройства. Я тут разговариваю, сижу, сижу, гудится, работает вообще, ну вы чего? Как делаете, честное слово? Судья, не интересны. Очень интенсивно. Сейчас информация поступила, что большая группа людей, сторонникам журналистов, придет на заседание сюда, пускать их или не пускать? Судья, вы понимаете, как пускать? Они там могут быть вооружены и так далее. Да не пускайте, вы только знаете как? Они там такие активные, вообще ничего не говорите, не пускайте и все. Вообще ничего не говорите, не уходите к ним. Под уголовок. Это вопрос кремляет, а вопрос для наших правоохранителей. Корбан. Видеоролик со сделанными на диктовом записями о том, как полицейские пытаются посадить к Северскому, а судья не знают, какой административный статистический криминировать, оказался в сети. В ГУВД МВД по Московской области начали проверку изложенных фактов. Скандал дошел до Кремля. Мы, безусловно, обратили внимание на эти сообщения и прокомментировал ситуацию приступитать президента Дмитрия Пескова. Естественно, это не вопрос Кремля, это вопрос для наших правоохранительных органов. Снова широко разошлась и, конечно же, она доступна нашим правоохранителям. Цитата Пескова была. Катеверский получил 12 суток административного ареста по статье 19.3 Квапарев неполинание законного распоряжения сотрудника полиции за то, что вел съемку возле отдела внутренних дел, вышел на свободу и продолжил свою деятельность. Никто из тех, кто был записан на его законном взыскании не получил. По заголовну заметали следы. С прошлого года хотели слухи, что обоих хотят потрясти под вымогательство, то есть уже под уголовную статью, рассказывают коллеги. Все началось после того, как они решили разоблачить старшего инспектора 14-го батальема 2-го полка, то есть Южный, Павла Горобова. С той точки зрения он являлся символом всего плохого, что есть в нашей полиции. Ролики с его участием, снятые по телесному торгу, мгновенно становились вирусными. Журналисты рассказывали о роскошной жизни не простого инспектора ТПС, никак не совпадавши с уровнем его доходов. О большом загородном доме автомойке, который тот купил на зарплату, приезжали на место его работы и открыто снимали. Вначале июля Кателевской Дороговым заметили с собой слежку, он пришлось прятаться в жизни дома, выходить в эфир из разных мест под заголовок. После того, как выяснилось, что машины помяты по ходу, разбиты с детского заднего вида. Это сделан Кателевский. Володно сделал отношение к Кателевскому Дороговому. В итоге возбудили два. Первая касается только Яны. Его обвиняют в повреждении имущества автомобиля BMW X6, на котором вдруг инспектор Горохова как-то преследовал Кателевского за съемки у постаги в ДД. Спустя почти год якобы выяснилось, что машины помяты в капот и разбиты в зеркало заднего вида. Якобы сделал это Кателевский. Инспектор Горохова проходит по первому делу свидетелем. Во втором случае Горохов главный потерпевший. Комментарий инспектора Горохова радио «Свобода» получить не удалось. Официальный запрос Горохова в России по Московской области остался без ответов. В поверсии следствия якобы блогера потребовали от Горохова 1,3 миллиона рублей, если тот хочет, чтобы они его отстали. По словам Горохова, деньги были собраны и вручены, однако наезды на него не прекратились. Выходить все новые сюжеты прожилия инспектора, поэтому, действительно, он решил обратиться в полицию. Обычных делах обмогательств и требуется предъявить доказательства того, что он действительно имел место. Однако, в случае с Кателевским и дорогим слова сотрудника ДПС, оказалось вполне достаточно для объявления обоих федеральных ролиц. Понятно, что это шито белыми униками, разве ибо они стали так представляться за именностью Горохова-кинь, о том, что тот только мечтает о капитализации, считает коллегу арестованных Антона Ведро. Горохов, скажем так, это мелкая сошка, с помощью которого неудобных блогеров просто решили вывести из игры и наказать. Мер пресечения именов следского поддела подвезти иммущика друг Горохова-кидлян судья Львецкого городского суда Московской области Виталий Милушев. Как выяснилось позже муж судьи Ольги Волушевой, тот самый, чей голос в свое время был записан на диктофон Екатеревского. То есть на лицо было бы сильных интересов, но самоотвод судья не заявил. По этой причине Московская областная суд сперва отменила постановление заключения Яны Петеревского подсказа о праве дела на новое рассмотрение. Так что судьей Милушеву, который вносил решение первой инстанции, было направлено в частное определение. Впоследствии мера пресечения Яны была изменена на домашний арест и его постановили освободить в зале суда. Но из ОСБ привезли постановление о насильственном приводе. Основания оформлять привод не было, поскольку следствие не упомянулся от вызова следствия и суда. И тут же ОМОН его снова взял под стражу на 48 часов. По заголову Дорогого почти 10 дней могли найти неродственники, не адвокаты. 7 августа в Слеске стал подозреваемым еще и по второму делу вымогательства, где основной фигурант его друга коллега Александр Дорог. Самого Дорогого вообще потеряли. После того, как его отправили из ИВС города Лобни, его почти 10 дней не могли найти. А, за концом, Дорогого обнаружили в СИЗО 7 города Егорецка. Почему так далеко, почти 100 километров от Москвы, тем более, что в основном известные действия находили в Лобнике. Можно только догадываться. Когда мы уже доставили следственный изолятор, врач, который его принимал, задал вопрос. Как давно он болен туберкулезом? Оказалось, что чаще всего сюда отправляют именно туберкулезников. Это специальные камеры для них. Абсолютно никакой надобности вести его в Егорецке не было. Я думаю, там просто проще всего на него повлиять. Прессинг начался в камере. Журналисты, по его словам, избили соседей фонаров. Как он сообщил жене, во всем письме единственным официальным средством связи между ними нападавшим предупредили, что это наказание из сюжета, которое ты снимаешь. Сотрудники СИЗО 7 зафиксировали и выявили в восстановленном порядке следственные повреждения. В соответствии с ПКРФ материалы направлены следственные органы для проведения и принятия процессуальному решению. На данный момент жизни, здоровья, вменяемого ничего не угрожают, сообщили радио «Свобода» в Уфсине Московской области. Самого же Дорогого во избежание дальнейших обострений перевели в соседнюю камеру. Пока идет следственная проведка официальной версии исключительной семьи. Под заголовок скрывали специально, чтобы не показывать синяки и побои, которые должны зажить. Адвокат Дорогого Мстантин Барковский считает, что местонахождение его под защитой скрывает специально, чтобы не показывать синяки и побои, которые должны были зажить. Что касается больных-пуберкулёров, которые сидят в один сезон на ряду с здоровыми на отдельных камерах, то вышло обычная практика. Да, в СИЗОВСЕМ на самом деле расположено пуберкулёзное отделение, но количество содержащихся там больных составляет всего 5-8% от общего числа подозреваемых, подвиняемых, посужденных. Комментирует Сергей Леонов, председатель общественного наблюдательного комиссии Московской области, который сейчас контролирует эту ситуацию. Так что никакого формального нарушения законе здесь нет. На данный момент полиция возбудила в отношении Дорогого еще одно дело по статье о фреганстве о свершенном в УПЛИТе. Сейчас дала статье 1013 УК. Тоже данные истории. Еще в марте 2019 года он был убит неизвестным во время работы. Когда его признали потерпевшим в рамках уголовного дела по статье о причинении легкого вреда здоровью статья 115 УК. А вот теперь по этому же происшествию он стал подозреваемым. Я знаю состояние мужа сейчас только то, что он точно сидит в СИЗО 7, потому что мне разрешили передать личные вещи и ответы переживать Елену Недорогому. То, что в современной России происходит в отдельной взятых районных журналистов, которые мешают выполнять свои профессиональные долг, абсолютно недопустимо. Это нарушает основополагающие принципы Конституции на свободу средств массовой информации, говорит Иван Мельников, виск президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Подзаголовок человеку отбивают ребра и не подключаются с ними нет оперативной и жесткой реакции правоохранительных корпусов. В первый раз сталкиваюсь, чтобы журналисты несколько раз избили во время его принудительного содержания, а при задержании он получал настолько тяжелую травму. Если раньше в других делах, которые неизвестны, присутствовали в единичной подобные случаи, это всегда вызывало большой общественный резонанс, о чем становилось оперативно известным на самом верху вплоть до президента, то сейчас удивляет, почему до сих пор нет бурной реакции со стороны профессионального сообщества, как это происходило с делом Ивана Голунова. В свое время мы проверяли условия содержания Голунова, да, у него тоже нашлись интересные повреждения, но незначительные. А тут человеку отбивают ребра и не подключаются с ними, нет оперативной и жесткой реакции правоохранительных органов. И только благодаря поднявшемуся шуму Ивана Голунова когда удалось быстро освободить. Мы сейчас, похоже, многое изменилось. Заянок Телевским Александром Доргом стоят в большой редакции, способной защитить сотрудников. Фактически оба выполняли эволюционные задания на свой страх и риск. Их основная аудитория сотен тысячи подписчиков. Под заголовок беспрецедентное, давление на эстетерят, которого ничего. Супер, уголовный преследование не было в частности их материал неоднократно помогали государству и обществу увидеть отдельные реальные проблемы в правоохранительных государственных системах. Выезд за употреблением в отдельных недобросовестных чиновников на местах задолжать его ангельников. Это независимые журналисты, которые занимаются расследованиями на своем определенном месте, в регионах, где это, как мы видим, особенно опасно. В итоге прецедентное давление на этих ребят, которое не учалось, и в уголовное преследование требует тщательнейшего контроля со стороны как коллег по журналистскому церкву, так и руководству нашего государства. Ведь тут речь идет немного не мало о гарантии на свободу слова. Из проверенных рабочей группы, указанных в жалобе фактов на сегодняшний день, можно говорить пока только о том, что чужие члены МВК в Московском области подтвердили наличие должного цвета повреждений, которые ранее выявили сотрудники учреждения и получены с его слов в результате конфликта с академием, говорит Сергей Леон. Председатель МК Московской области С учетом большого объема проверяемой информации для наиболее объективного и всестороннего рассмотрения полученных обращений исключение ошибочных социализированных членов мировой группы МК Московской области подготовленные и направленные запросы в Следственный комитет прокуратуры УФСИН России по Московской области СИЗ-7 Следственной массовой информации фонда экспертным сообществом и специалистам рекомендации МК Московской области Александра Дорогова перевели СИЗ-7 СИЗ-5 в Кашире Прошу приобщить в качестве характеризующего обстоятельства справку из правозащитного проекта поддержка полюбик заключенных мемориал адресована всем кого это касается вначале небольшая справка об организации которая вызвала межрегиональная общественная организация правозащитного центра мемориала одна из старейших правозащитных организаций России Ваш честь я выяснила информацию данная организация признана иностранным агентом и дело в том что согласно закону и эту информацию обязаны упоминать только представители СМИ при общественных каких-то заявлениях публикациях мы с вами не обязаны справка я же говорю это справка правозащитного проекта поддержка полюбик заключенных мемориалов совершенно другая организация в начале речь именно о правозащитном центре мемориала про который мы с вами говорили в правом какого характеризующие данные имеют характеризующие данные я сейчас облашаю неоднократно выражали озабоченность их незаконным политически мотивированным преследованием которое ведется по признаку наличия определенных политических убеждений в связи реализации права свободы человека прикладываем текст справки о признании политическими заключенными подмосковный блогер и янко-светский александр дорогов который на протяжении нескольких лет занимались расследованиями коррупции обвиняются по бумаге в части 164 вымогательство в составе помогательства в составе группы по предварительному провару в особо вкусном размере и статьи 319 оскорблений в отзыв лица ОПРС Янко-светский кроме того обвиняются по части 2 статьи 167 имущество совершенное из фульганских побуждений путем поджога взрыва или иным опасным способом вверх повлекшие не тяжкие последствия находится под стражу 29 июля 2020 года Дорков Александр Борисович родился 27 июля 1976 года житель Райминской Московской области имеет также гражданство Молдави блогер журналист интернет-издание Роза и Жала иметь пятерых детей в том числе страсть несовершеннолетних обвиняется по пункту Б части 3 ст. 163 вымогательства составит группы лиц по предварительному сгоду в особо крупном размере максимальное наказание 15 лет ст. 3 19 оскорбление должностного лица наказание не связано с резвенением свободы часть 2 ст. 213 хулиганские ст. 236 используемые в качестве оружия максимальное наказание 7 лет пункта части 2 ст. 163 вымогательства составит группы лиц максимальное наказание 7 лет житель города Раминска Московской области блогер журналист интернет-пиздания воздержала имеет одного несовершеннолетнего ребенка ранее занимался плотностным делом и ремонтными работами обвиняется по части 1 ст. 167 умышленное повреждение чужого имущества повлекшее причинение значительного ущерба максимальное наказание 2 года пункт Б части 3 ст. 163 вымогательства составит группы по предварительному слову Рамоскоском размере и ст. 319 с подлинным должностного лица УКРФ в течение как минимум 5 лет Горго Попетелевский публиковали свои материалы с критикой власти и журналистскими расследованиями коррупции криминала и нарушений со стороны сотрудников полиции кроме зарегистрированного как СМИ сайтера движала сотрудниками которого в честь эти материалы публиковали также милитов канал движения и он росни у каждого также был свой собственный ютуб канал на канале Катеревского по туркетингу находился основной массив и расследований канал зарегистрирован в 2011 году насчитывал более 500 роликов 300 тысяч подписчиков более 100 миллионов просмотров соратники блогеров вычислили что сразу после зарегистрирования Катеревского вместо через пиктовый на него телефон запрашивал коды для обновления паролей к аккаунтам после чего весь контент канал был удален в этом меме одной из целей задержания было удаление всех расследований блогеров из публичного пространства поэтому по акту защитники соратников подавали жалобу скаунт преступлений пересмотрен статьи статей стрелка возникает незаконной журналистской деятельности в настоящий момент канал частично восстановлен на нем обнаруживается большинство старых дел а также публикуется трансляции судов по делу блогеров канал дорого также продолжает существовать в 2015 году после конфликции с местными хозяйственными службами по поводу незаконной эксплуатации автостоянки были сожжены автомобилей Катеревского и его жены следствия не нашло виновных в апреле 2016 года в Светке было арестовано на 12 суток за съемку территории Раменского ОВД история получила широкий резонанс делал блогер знаменитым отобранный в Светского телефон с включенным диктофоном несколько часов фиксировал беседы сотрудников ОВД и осудившие его судей Голоши эти беседы свидетельствуют о сговоре суда сотрудниками полиции с целью публикации незаконного обвинения ОМВД было вынуждено инициировать проверку по этим материалам но она предсказуемо оказалась безрезультатной поэтому дело Кутилевского направлено жалоба в ЕСКОЧ результатом массовых публикаций в СМИ и жалобах Кутилевского Верховный суд стал отменой министром ОВД Колокольцевым приказом запрещающего снимать дело в полицию однако Верховный суд на основании этой отмены прекратило рассмотрение истории Кутилевского к ОВД а для запрета съемки используются другие основания в 2018 году в московском ОВД Мещанский куда дорогого доставили в результате цивентного магазина где блогеры требовали убрать с продажи просроченные продукты ему повредили руку после конфликта с начальником отдела последнее опубликованное расследование журналистов было посвящено рейдерским захватам похоронного бизнеса в Подмосковье и возможному покрывательству этого подмосковной полиции последний ролик записан Кутилевским перед арестом попросил полицию был посвящен клановым коррупционным связям высшим руководстве полиции Подмосковья основной массив обвинений связан с фигурой инспектора 2 полка по московской области Горокова по мнению следствия причина в том что в 2012 году сектор Гороков остановил для проверки автомобиль Дорогова потребовал от того протест свидетельствования на алкоголь Дорогов отказался в результате чего был лишен прав на полтора года по статье 1226 в прямом отек личный месяц регионов обвинений не упоминается но этот эпизод переводится как исходный для всех последующих так или иначе с 2019 года Гороков его сослуживец становится героем видеосюжетов Дорогова Татилерского отметим что общение блогеров с инспектором на камеру иногда происходило в довольно фамильярной форме со стороны при том что они действительно фиксировали многие мелкие нарушения допускавшиеся сотрудниками ДПС со временем Гороков привлек внимание и соратников блогера с канала движения участниц у Горокова обнаружили недвижимость пьяна несоответствующего уровня его зарплаты и построены с нарушением земельного законодательства отчасти эти обвинения были подразделения результатами убедения нестоветств подразделения ДПС где служил Гороков согласно письму из подразделения управления МВД Подмосковья на Гороков было наложено висками за совершение правонарушения обвинение Косветского по части 1 ст. 167 выставлено повреждение тигула мучства повлекшее подчинение значительного ущерба согласно предъявленному обвинению Косветского в виде съемки совершившего административное травонарушение по ст. 26 Коаперет нарушения правил применения виния безопасности Курбатова вступил в конфликт с Курбатовым недовольным что его снимают в ходе конфликта следствия кулаком правой руки ударил по капоту и зеркало заднего вида автомобиля Курбатова повредит и подричинит мунициальный ущерб на сумму 107 975 рублей после чего с места происшествия скрылся обвинение основывается на показаниях потерпевшего Курбатова сотрудника ДПС Горокова двух свидетельниц свидетельниц якобы работавших с соседним сместным свидетом зданием высших нашел посмотреть 31 августа 2019 года Кутилевский Дорог в очередной раз снимали Горокова за работой недежурства Горокова остановил для проведки автомобиль ММХ-6 на из-за Кутилевского водителем который не хотел чтобы его снимали возник конфликт в результате подтверждения Горокова и водителя Кутилевский на нем сдавал удар рукой по автомобилю Кутилевский утверждает что автомобиль не подтверждал во время конфликта водитель сперва совершил на него наезд а потом погнался за ним и избил 23 сентября 2019 года водитель автомобиля 55-летний пенсионер Курбатов выслит отруб правоохранительных органов подал заявление о преступлении в Малакхский отдел полиции прямо ухаженных Светского ущерб от повреждения машины соответствует подсказка ремонтизации сербца он отменил 85 тысяч 034 рублей 20 января 2019 года возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УКР улучшенное повреждение имущества совершенное столь раз возбуждение путем поджога взрыва или иным общеопасным способом были повлекшие тяжкие последствия 10 по 24 декабря в рамках предварительного следствия допрошенных свидетелей из-за депрессии Курбатов изнята запись видеорегистратора видео как сказано в протоколе осмотра видеозаписи показало что после остановки автомобиля его водитель вступает в конфликт с блогерами и первым применяет к ним физическую силу в протоколе ни слова не сказано о повреждении автомобиля 20 апреля 2020 года после трехкратного продления предварительной следствия приостановлен свидетельствами установления в лицах предвлечения в качестве обвиняемого хотя потеплевшиеся свидетели изначально называли имена телевского и Дорова на 18 мая 2020 года Лидерская прокуратура отменяет приостановку с тем что они выдуманы на все необходимые следственные действия 29 июля 2020 года создана следственная группа по отделу опорчи автомобиля поскольку расследование данного уголовного дела представляет собой полученный власть Ваша честь позволит согласиться а там уже мы будем решать имеет отношение к этому делу или нет власть 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 Прошу сделать замещаемый прокурат пусть пожалуйста не избивают значит придется с самого начала начинать 29 июля 2020 года создана следственная группа по отделу опорчи автомобиля поскольку расследование данного уголовного дела представляет собой повышенной сложности всего большого объема в настоящее время необходимы дальнейшие расследования по лечить следственной группе напомню что все свидетели давно в прошлом видео приобщено участники конфликта установлены 25 июня 2021 года обвинение было переквалифицировано в части 2 на части 1 статиста 67 поскольку вторая часть предполагается действие с фурганского побуждения побеждения автомобиля произошло после словесного конфликта текст из постановления переквалификации в то же время сумма материального ущерба по неизвестным нам причинам увеличена с 85 034 до 107 1975 рублей обвинение на год по статье 319 указ оскорблении представительства власти оба блогера обвиняются в том что 31 августа 19 года действует в отличие неприятных отношений вы сказали в вашу честь на основании этого выносится вердикт указанных сфот в том в том в том в том в том в процессе где они обвиняются по данным в том что это огласит в нашем процессе в данном отмене никому не витрирует вы считаете что данный страх о признании людей политически включенными не имеет отношение к характеризующим обстоятельствам я говорю что частично я этого не говорила я говорю что частично по 319 у нас нет такого обвинения поэтому в том уголовной неделе где такое обвинение предъявлено вы можете это озвучить соответственно до 319 дальше ваше честь документы целостные на основании общей картины выносится если вы не отказываете при общении документов вы так скажите за чем этот кусок не имеет отношения к 319 у нас к теме к данному уголовному делу не является одним и подсудимым соответственно поэтому о преследовании следков и с чем оно связано мы говорим о том что преследуется по 319 статье чтобы могли не голословно об этом ссылаться что он где-то преследует тогда назовите номер уголовного дела и кто в расследовании а сейчас это изначально начиналось уголовное преследование из того в настоящее время оно продолжается пусть убрали мелкие статьи по которым там собрали 319 у нас нет зачем сейчас обращать мы как будем мы вырвем может быть эти листы тогда из документа может быть изучать не сообщите потому что еще какое отношение это 319 хорошо я поняла заключается оглашение справки о признании политическими исключенными долговым целевшим заключается мажем справки я правильно понимаю характеризующих данных по данному преследованию 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 преследуются с момента начала своей антикоррупционной деятельности журналистка об этом речи идет характеризующим материалом преследование у нас началось по 319 так же как здесь указано было по 19 30 телевский был в отношении его было вынесено обвинительное постановление которое потом было объяснено то есть я не могла это давайте пожалуйста 319 преследовать дальше продолжите без обстоятельств того что подменили поскольку я говорю в настоящий момент это никому не изменяется недорого не в том что меняется нет ваш честь характеризующие обстоятельства изначально меня 319 спад такой есть но вы сразу делаешь и есть информация хорошо я поняла ограниченный я в оглашении характеризующего материала объединение обоих по пункту б части 3 статьи 163 вымогательство в составе группы по предварительному сговору в особо крупном размере в Котелевске обвиняются вымогательством горохова полтора миллиона рублей за предотвращение съемки и дискредитации того в публичном пространстве приятное обвинение так описывается в событии в Котелевске через Килимонова потребовать от горохова полтора миллиона рублей еще одна реплика из содержания справки хотел бы сказать что выводы сделаны здесь не защитой не Котелевским поэтому характеризуются не характеризующим обстоятельствам а каком-то документ касательно материалом дела не соответствует действительности приятное обвинение так описывает подсамы Дорков в Котелевске решили через Филимонова потребовать от горохова полтора миллиона рублей за прекращение съемок и публикации о нем 22 депреля 2020 года Дорков в Котелевске подошли к внешнему службу сотрудников КДП с рябочку у сослуживца Горохова показали визитку Филимонова предложили передать Филимону что Филимон может способствовать прекращению видеосъемок Горохов не будучи знаком с Филимоновым обратился к своему знакомому Каханову знавшему Филимонова с целью узнать намерение Доркова Котелевского Каханов позвонил Филимону с вопросом об условиях поставленных Дорковом Котелевским Филимон встретился с блогерами в которой сообщили у нас с 51 Samsung вымогать Горохова 1,5 млн. рублей Предложил Филимону принять участие Горохова Костелевскому сообщил Каханову Кахан не принимая путем Горохова получил Горохова 0,5 млн. рублей 7 марта 2020 года в офисе Филимонова Кахана передал тому полученные деньги в конверте Филимон передал полученные Каханову деньги Дорвую Кателевскому После этого Дорву до однократно через 3 апреля 2020 года служил из Горохова Горьков через мобильное предложение Сбербанк перевел со своего счета на счет Кахановой 300 тысяч рублей. Каханов передал деньги наличными к лимону. 7 апреля 2020 года Калимон в своем служебном пулемете передал дорогу 300 тысяч, полученных от Кахановой, 200 тысяч из личных средств, всего 500 тысяч рублей. После этого рассчитывал получить от Горохова компенсацию слайд 200 тысяч. Кремонки неоднократно лично и через Каханову требовал их у Гороха угрожать предложением съемок. Также Горохов, то ли сам, Горохов, то ли Филимонов выдвинули предложение за выполненную сумму и два из отличных от личного интереса блогеров Клюева, командира батальона, которым служит Горохов. Однако этот эпизод и предполагаемая сумма описаны негнятно и в обвинении прямо указывается только на вымогательство у Горохова. Поскольку съемки не прекращаются, Горохов обратился к полиции с заявлением. За июнь у Горохова до страны на выпуске уголовного дела датировано одним днем 21 мая 2020 года. После этого Горохова принял участие в УРМ, наставил на встречу с обвиняемыми, имея при себе звукозаписывающую аппаратуру с полицией расшифровки, аудиозаписи укрепчены, где сделаны будут рассмотрены ниже. 25 июня 2020 года задержаны, предполагая непосредники вымогательства Филимонов и Кахан, и во время очной ставки с Гороховом в Кахан и заявил, что Горохов сам попросил его связаться с Филимоновым, чтобы тот помог воздействовать на блогеров, и в первый раз передал ему на 1 миллион рублей, как упреждает Горохов, по 500 тысяч. Дмитрий Филимонов, гендиректор ООН, Тепимов, член Грецкого депутата Федерации России, член общественного совета в Кирилле-Грецком управлении МВД, по объяснению Горохова, известный человек в Львове, старик Артем Кахан и бывший муниципальный депутат Федерации России, возглавлявший комиссию по градостроительству, владеет спортом строительной компании. По обвинению Дорогова в Калиганске по части 2 ст. 213, я так понимаю, вы меня тоже будете намеренно обраничить? Обвинение Дорогова в вымогательстве в магазине «Тарелочка» в Орехово-Зутиском районе, по пункту А, часть 2, ст. 163, вымогательство в составе группы. Перед явленные объединения утверждают, что 22 мая 2020 года с 15.00 до 16.30 Дорогов действует совместно согласованно с установленными лицами, находясь в магазине «Тарелочка» в Орехово-Зути, в городской области деревни Давыдова, выдвинул, подошедшим к нему генеральному директору магазина Шевцова, требование передачи на 100.000 угрожает в случае отказа распространительных сетей интернет-видиоматериалов, выдвижающих ложную информацию о реализации невозимопособного, но невзвешенного и не маркированного товара. После отказа Шевцова, Дорогов в 16.30 этого же дня, публиковал опыт в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассник» и в результате сделок в магазине «Тарелочка» с выдвижающей уложенной информацией. 3 августа 2020 года в предыдущем году в Орехово-Зути, в связи с 22 мая, в случае общественного рейда по проверке товара на срок годности, принадлежащем к продуктовому магазине «Тарелочка», Дорогов и Трои неизвестно помогали у него 100.000 угрожая опубликовать интернет-эклипический репортаж о магазине Дорогова. Дорогов, якобы он опознал в репортаже телеканалов «Контаклассник», где был показывать сюжет об обвинении блогеров-вомогательства в полицейском Вароково. Обвинение основано на указаниях Живцова и случайного покупателя, якобы услышавшим, что в предложении Дорбова решились вопросы ответа к человеку. В применении все у нас данные Дорбов участвовал в этом рейде совместно с участниками проекта Роспотреб-24. Дорбов Живцов является бизнесменом и депутатом МОСОБУДУМа от Орехово-Дуйского района, членом МОСОБУДУМа по вопросам транспорта и инфраструктуры в связи информации, инфраструктуры. Транспернси Интернешнл в России нашла признаки конкретных интересов между его работой в выборном органе власти и бизнесом, с принадлежащими компаниями, заключая десятки миллионов сделок с муниципальными органами, предприятиями и учреждениями Орехово-Дуйского района. Дорбов Живцов не признает вину ни по одному из предъявных обвинений. По мнению некоторых книг-саратников, честная активация преследований блогеров может быть связана с их расследованием выхода в мае видеосюжет о криминале в похоронном бизнесе и связи рейдеров с провоконительными органами. Активная фаза преследований блогеров начинается примерно в апреле 2020 года, когда следствие меняет позицию по делу Сверхонс. Вот идет отсылка, тем материалом, который Курс не запретил от Василия, признав блогеров не потерпевшими, а нападавшими. 18 мая 2020 года, безумие следствие по делу о повреждении на автомобиле, впервые появляется фамилия Сверхонс. Это дело возбуждено еще в 2019 году, проживание в Талон-Митриц, и долго затягивалось. 21 мая 2020 года, сразу после поступления заявления Горохова возбуждается дело о вымогательстве. 13 июля 2020 года Дорогов объявлен в розыск на основании постановления о привлечении его по пункту В, частью 3, статьи 153, вымогательстве в составе группы Лицкого предварительного условия в особо крупном размере. Следователь заочилен у нас решение о возбуждении и отношении Дорогого меры пресечения в виде подписки о невыезде. 17 июля подписано постановление об объявлении Дорогого международного розыск на основании лишь оперативного рапорта. В ходе УРМ из-за документационных источников установлено, что Дорогов пересел границу Республики Молдовы и нумеревался скрыться в Украине. Сразу же после этого следователь дает по дату слову к суду об избрании меры пресечения на основании того, что Дорогов нарушил режим подписки, о которой так и не было ведомо. На основании этого 28 июля пресечения в суд Москвы отменяют подписку о невыезде и заочно арестовывают Дорогого. Впоследствии на одном из судов по правлению мира объясняется, что в интерпол свете о международном розыске так и не подавались, а блогеры жили в Подмосковье в частном доме их знакомого. 29 июля 2020 года в следствии Дорогого задерживают в доме их знакомого. Задержание окорблено 2 часа 15 минут ночи. В последнем порядке Гогеров в задержании участвовали 20 бойцов СОГО. Дорогого в ходе задержания получил травму позвоночника и брюшной полости. Его доставили в районной больнице, где сделали УИЗИ и рекомендовали КТ. В изоляторе несколько раз называли скорую помощь. Телевский получил травму правого уха и огонь на 2 дня. В последствии в течение 10 дней было неизвестно место пребывания Дорогого. Следователь отказывался предоставить информацию об этом адвокату. В тот же день подаете рапорт об обнаружении признаков преступления в ст. 3.19, когда проверка проводится в ноябре 2019 года. 30 июля Любилевский районный суд арестовывает Катилевского до 21 августа по делу о порче автомобиле. При этом 7 августа по делу о вымогательстве Катилевскому взята подписка о юмисе. Подписка взята ВВС, и Любилевский уже находился по делу о порче автомобиле. 5 августа 2022 года директор магазина «Катилевский пожаршот» подает заявление на Дорогого о вымогательстве. 10 августа Дорогого переводят в КДВС в Лобнисе до 7 июля. Любилевский районный суд арестовывает заказы администрации. Следственное повреждение фиксируется членами подмосковной МФА. 12 августа МОКО в услугу в библиотционном постановлении отправляет на пересмотр решения Любилевского суда об аресте Катилевского по делу о порче автомобиля. При этом устанавливает срок ареста до 17 августа. 17 августа Любилевский городской суд отказывает следствие об аресте Катилевского по делу о порче автомобиля, назначая ему домашний арест на 4 дня. Но его нужно задерживать и доставлять районский отдел полиции для ознакомления и соединения под делу о вымогательстве. Там его снова задерживают, отменить данную раннюю подпись по админингу. Через день районский городской суд снова арестовал Катилевского, но он уже подделал о вымогательстве. Его переделали отреждение на Садежане, СИЗО 6 в колонии. Все дела против обоих грозных объединены в одно, которое ведет в области зубов на МВД «Вухов». 31 августа 2020 года дело передается в следственные части подмосковного МВД в следственные комитеты по подвергам следности здесь потерпевшим сотрудникам полиции. 29 сентября Каширский городской суд рассматривал разрабление ареста, приводил Горбову из-под стажей и перевел под домашний арест. Катилевскому сервису с 14 октября продлил арест на 3 месяца. 15 октября Московский областной суд удовлетворил операционную жалобу следствия на решение об отмене ареста и вернул Горбову в СИЗО до 29 декабря. 13 ноября 2020 года объединенное дело поручается в следственные группы 6 человек первого управления проследования особо важных дел на СОО ИСКО России по Московской области, руководитель группы «Дымченко». 16 февраля 2021 года входской городской суд продлил обоим срок продвижения подслуживания на 2 месяца до 21 мая 2021 года. Дальнейшем сроке обедки неоднократно подливались по одним и тем же основаниям. На настоящий момент превышают 17 месяцев. Основание признания политических решений. В законе в отношении Катилевского и Дорогова заведены минимум 5 уголовных дел. Оба обвиняемых не признают лины ни по одному дню. Политический характер дел придает самого МВД равенства, которое в свои страхи на Дорогу для следствия нахов подчеркивает. По информации застойте в источниках, что предназначение Дорогова отрицательно не высказывается по отношению к действующему правительству и президенту Российской Федерации. Занимается провокационной деятельностью, в том числе дискрептирует органы власти. В предательстве оборезья подделала порча автомобиля, что не имеет никакого отношения к делу, отмечено. Средские последствия интернет-ресурсы YouTube умышленно укладывают сюжет, прохоженные по правоохранительству отзывов, а также органы публичной власти, как сам дискрептирует их. В нем словах, издействует следствие, и его состязание судами при выборе меры пресечения прослеживается стремление непременно изначально поместить обвиняемых под арест. В предательской практике известно, что впоследствии гораздо легче продлевать арест, чем изменить меры пресечения. Дело о вымогательстве, самой тяжелой всех подъемных статей, возбудило дела следственная часть ВСУГУ МВД по Московской области. В сфере, по постановлению следователей МВД, блогеров задерживали. По их ходатайствам суды выбирали меры пресечения без вареста. В то время как, в соответствии с пунктом В, по пунктам В, пункта 1, часть 1, статьи 151 МПК, предварительные следствия по правовым делам о преступлении, совершенных в отношении благословительных органов внутренних дел в средней служебной деятельности производятся следственным комитетом. В данном случае было нарушено правило последствий. Несмотря на неоднократные требования адвокатов, дело было передано в СК только 31 августа 2020 года. Первое постановление об аресте Катилевского выносил судья Легурецкого суда Некануни Лушов, муж судья Легурого шоу, фигурирующий скандалик с записью телефона Катилевского в 2016 году. Это постановление было отменено на полу судовность и конфликт интересов с нанесением определения в адрес судьи. Тем не менее, при повторном рассмотрении решения об аресте было все же принято другим судею. А через несколько времени уже само судья Легурого шоу была назначена рассматривать апелляцию на решение подлинного ареста и оставила его в силе. Не исключено, что шумная история разоблачения судей Полышева могла быть одним из мотивов последующего преследования блогеров. Обвинения по каждой статье также носят признаки депутатации и вызывают ее в несомнение. По обвинению в части 2 ст. 167 сумма ущерба представляется завышенной и по неспомню ясным причинам увеличивалась во время следствия. Вменя на изначале часть статьи предполагающая особо опасное проявление в полиганском немеломых оснований являлась явно избыточной. Само следствие позднее перепрофицировало обвинение в другую часть статьи о разобвинении тяжко. Однако именно на основании начального обвинения по телевскому в первый раз было избрано меропресечение в виде ареста. Не одна из существующих видеозаписей инцидент не показала момент нанесения в побеждении машины по телевскому. Составленным следствием протоколе осмотра записи автомобильного регистратора не снова не упоминается о побеждении автомобиля, но говорится, что водитель БМВ первый вступил в конфликт с блогерами и применил в физическую силу. В сети была выложена в виде запись сделанной блогерами, на которой видна как минимум попытка наезда БМВ на Футилевского. Запись позднее была выздорена, но сотрудники в целом сели с ней познакомиться. Обвинение опирается только на показания свидетелей. Главный свидетель обвинения на дорогу являлся лицом в зависимости от избудившего и вешего дела на начальном этапе дела органов города Подмосковья. Протокол допроса в двух свидетельствах обвинениях в ответ в половине страниц как оказалось в подробности засловлено и в последствии накомнили свидетелей. У них такая дата с разницей в неделю, но вторая дата имеет значительные признаки исправления. Несмотря на многотрактное ходатайство защиты, не проведены очные ставки с потерпевшим. Митионер 55 лет, владелец автомобиля по номер 6, потому что он постоянно находился по границе, имея информацию адвокатиста и стартка гражданства. В цепете является 8 сотрудников команды. Тело мышленно затягивалось в течение минимума полугода, при том, что абсолютно все обстоятельства были изначально в детстве следствия. Она не раз подбивалась в заключение на установление лица. 29 июня даже в соответствии сетки группа в силу повышенной сложности делала, что это представляется. Абсолютно избыточное отношение дела о двух ударах пулаком по автомобилю. Объявление о вымогательстве у Горохова по том, что в части 3 стати 162 основывается исключительно на показаниях претерантов дела Каханова и Филимонову, находившихся в статусе обменяемых и, соответственно, зависим от следствия. И Горохова, имеющего зависим от своего начальства. В деле нет неконечных путей никаких фиксаций вообще о любых моментах передачи денег. На репси следствия Горохова передал Филимонову не все обусловленные условия по дороге он не рублей, к тому же договариваются передачи этой суммы внеченную деньгами чтобы проследить листу деньги заказчикам. Но, по непонятной причине, ограничилось лишау дезаписи договоров Горохова с предполаганными вымогательствами. Даже в случае если вымогательства с честью стороны и передачи денег последникам не имели места, нет достаточно приказательств того, что инициатива вымогательства денег происходила от блогеров и они в итоге получали деньги от последников. Укипляющий Горохов передавал деньги последнику, Каханову. И тот должен был их передать, кто его словам передал другому последнику Килимонову. Но доказательством того, что Килимонов передал зимой блогерам тоже только его показали. Я в жиле делал результат УРН в частности длинни телефонных нервовцев в курорт и делал признанный ко мне следствием доказать связь между блогерами последними и последними на стрелке и на определенное общение последнего Каханова с Килимоновой и духовой а также реализация общения горбой с Килимоновой Негорговой не отрекается его знакомство с Килимоновой который оказывает блогерам некоторую руку и участники заставляют молить для сном прошедровки аудиозаписи из Килимоновой с Кахановой сделанных в рамках каждую еще не доказывает участник блогеров Намика Рох в там несколько раз находился упоминать с Камили Негорговой от него предложения встретить все вместе с участником Борговой и он оказывается привлекать Дорговой к каким-либо переговорам Килимонов сам называет сумму которую предлагает ему передать во время единственной записанной встречи Горохова с Дорговым Доргов выражает незаумение по поводу утверждения Горохова что он что-то решил с Килимоновым и передал кому деньги Доргов предлагает Доргову выяснять отношения не с ним а с теми кто его разводит на деньги Доргов замечает также что по его мнению Горохова и его начальникам из-за их передения вызывал меня поговорить я в шоке от услышанного они орали называли твою фамилию ему денег много заплатили а их прессует что за клиентом я знаю об этом один и триста отдали еще 200 остались Дима что он за ерунда Килимонов выражает недовольство самодетельно с Доргов и здорово он заявляет все вопросы в любом решает только я как они на логе записи в бюсе так же прямо не утверждают что они были являются администратором назначенного выкупа напоминают только Килимонов в частности говорит Горохов значит Килимонов говорит что он уверен на 99,9 что он их уломает но если у него будут на руках плюс 500 чтобы от начальника тоже отстали кроме того Горохов спрашивает Коканову может ли Килимонов содействовать в прекращении интересов которые выиграли привязать к начальнику Горохов командир батальону Клюру на что Коканов и с Килимоновым определяют что это тоже возможно за дополнительные 700 тысяч рублей которые Килимонов соглашаются поплатить сами блогеры отрицают свое участие в умогательстве и в своих показаниях и даже в приватном разговоре с потерпевшим который был записан в рамках РМ неверно представляется версия о том что инициаторами и организаторами умогательства являлись блогеры от два достаточно крупных бизнесмена и депутата известные авторитетные люди по словам самого Горохова являлись лишь посредниками и работали на блогеров в которых не было даже собственного автомобиля если факт передачи денег имел места то более вероятно представляется что полицейские сами за помощь Филимонов пошли с авторитетом чтобы он за определенную плату воздействовал на блогеров в цели прекращения съемок как описали в начале ситуации Филимонов и Хаханов позднее оба указали на блогеров организаторов умогательства после чего обоим была извинена меропресечения советского подписка о Нью-Виде 23 июля следователь даже не решает Филимонов находящимся под подпиской в этот санаторий в Анапу позднее из Хаханова вообще снимали обвинение он остается следителем впоследствии Филимонов отказался от своих показаний на блогеров заявив что они были получены под давлением следствия вообще не было никакой оплаты за предотвращение с Ломой когда деньги участники ситуации передавали друг другу в порядке задних главных расчетов не исключено также что Нью-Виде исходило от посредников Филимонов и Хаханова часть этой версии подтверждает показания одного из свидетелей сотрудника полиция о том что знакомый ему не может сам предлагал через него оказать помощь в избавлении от внимания блогеров Клюя командира батальона Ворокова не исключена также провокация силовиков попытки сфотриковать дело о вымогательстве происходили и до появления описанных уголовных дел адвокаты утверждают что располагают показания местных предпринимателей бизнес которых подтверждался публичным проверкам со стороны блогеров полиция по словам предлагала написать заявление о том что блогеры якобы требовали суть деньги за прекращение своих рейдов записи разговора с двумя предпринимателями которого как противник уклоняет разговоры блогеров посыл один из судебных интерканалов что касается объявления вымогательства в магазине тарелок в качестве 2 статьи 153 подтверждение защиты имеется в виде записи сделанные тачником рейдов в режиме фиксировавших свое пребывание в магазине эти видеозазиты нечемного обмогата полностью определяют обвинения поскольку на них не отражен факт каких-либо угроз или вымогательств однако защита предпочитает обнародовать им до появления в суде обвинения также как и случая с дворовом основывается только на доказаниях потерпевшего директора Жукцова обвинения по инциденту Серхов первоначально по части 2 213 первоначально двой гримили станут потерпевших здесь по статте 115 прорез мужчины причинили в особо греха здоровья угроза и полиция имени в суде в суде в суде в суде заметна компания в ходе скредитации Катеревского и Дорогова а также издание после сожжения автомобилей Катеревского Блогеров не было в суде в суде в суде машины иногда представляют некоторые местные депрессионы в качестве поддержки популярных рейдов общественного контроля за работой местной ДПС которая вызывала всеобщее измущение нереального подтверждения участия Блогеров в конкуренции местного бизнеса и криминалитета нам обнаружено не удалось однако даже если допустить что Блогеры иногда выбирали объект с гостьем расследованием по указанию Килимонова реализуют некие его интересы на веке на что присутствуют показаниях некоторых свидетелей объявления таким не является преступлением само по себе несоответствующим меняем статье Мука поскольку нет доказательств того что они получали от этого какой-либо вывод с другой стороны присутствуют явные факторы которые могли стать политическими мотивами преследования активная общественная позиция разоблачение коротких критика должностных лиц открытое одобрение блогерами движения Алексея Навального по мнению бывшего адвоката в Северном Блогере преследования также связаны с тем что в своих роликах они поддерживают некоторых альтернативных партий власти кандидатов на местных выборах очевидно как процессуальные нарушения в заведенных противных делах так и сомнительность предъявных обвинений и доказательств явной излученности некоторых принявшихся статей настойчивые усилия по лишению дорого присутствия свободы преддлительность удержания подстражи в 18 месяц не является оправданным учитывая практически полное отсутствие реальных доказательств по тем обвинениям которые предполагаются в удержании подстражи все это вызывает подозрения в искусственном заказном характере исследования я для этого массования опираюсь на руководство смотря в преследование недорого ответства политические мотивы имеющие предотвращение с публичной деятельностью а также укрощение и удержание власти субъектами властных полномочиях считать их политическими заключенными признание человека по политическим мотивам не означает ни согласия по цене генерал сомн связан с несказанием не а не было высказан не действует руководитель независимого права защитного реал 19 мая 2023 года предоставляется копия документа наподлинник находился у Катеринского и был изъят с этим я вам не делаю опыт предоставить не представляется возможным я вам еще раз говорю вы сейчас до истинных первых сансов вы даете некие распределения достающиеся кафанам кафанам я вам еще раз говорю имеющий свидетель по данному уголовному делу мы считаем что у вас есть мы делаем заявление от преступления вы находите в следствии в следствии в следствии сообщение о признании оно может быть достаточно короткое но никак с оглашением каких-то документов которые в общем-то я еще раз говорю вы можете с ними соглашаться можете не соглашаться но оглашать их в отношении лица виновность которого не уставка а протокол что мы занесем мы не хотим это протокольное заявление вы еще раз говорите касательно сообщения о преступлении сообщения о преступлении корот изложите что вы хотите нельзя корот а протокольное вы можете обратиться с ним в орган зато не запрещает протокольное 141 так я четко предвозил я еще раз говорю по лицу в отношении протокольного уголовного дела прекращено является свидетелем что он доставит все такие маски есть предыдущие невиновности поэтому давайте пожалуйста если вы не можете преследовать вот именно поэтому я иду в прошедшем протоколу передайте следователь распределся я еще раз говорю какие подробности касающихся виновности лица в действии которого в настоящий момент никто вновь не оценивается судьбой это пожалуйста не думаю Ваша честь вам не дают оценивать это не для суда мы пишем заявление вот на Ваша честь пускай огласительный сейчас Ваш честь это сообщение не для суда не для того чтобы суд оценивалось что это сообщение не можете приложить к нему не имеем права не имеем права пожалуйста госпожа Белгород без выбора не можем вошли законе� в другом вы скажете а зачем спорить с законом мы с законом сейчас спорим в законе четко сказано Сообщение, занесенное в протокол судебного заседания. Все. О преступлении. Все. Она и заявляет сообщение о преступлении. Там не сказано без вывода. Не сказано. С 07.03.2020 по 03.04.2020. Более точное время следствия не установлены. Действия в группе здорового АБ телевизор и неустановленной милицией неумыселного богатства денежных средств, принадлежащих в гороху УПЮ. Под предлогом неиспространенные сведения, короче, в честь достоинства и деловую репутацию гороху УПЮ, находясь около дома номер 94 в деревне Жилина и Грецкого района Московской области, выдвинули требования гороху УПЮ о передаче им в кокану, логике, лимонного богатства, жору, ОБ, телевизор и неустановленной милицией неумыселительных средств. С 07.03.2020 по 07.03.2020 по 07.03.2020 по 07.03.2020 по 07.03.2020 по 07.03.2020, находясь около дома номер 100 по 07.03.2020 по 07.03.2020 по 07.03.2020 по 07.03.2020 в размере 1 миллион треск. 1200 тысяч рублей в особо крупном размере, распорядившийся похищенным имуществом по-соwnому усмотрению. Таким образом, своими действиями Кахатова Артема Игоревича совершил вымогательство группы лиц с предварительностью в кокруг в цель получения имущества в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное пунктом Б, чести три статиста 63 УК РФ. Здесь чем следует тем, постановлено привлечь Каханова Артема Игоревича 08.03.uring вас от 1.03.2021하죠. в рождении уроженца города Киева, Украина, в качестве обвиняемого по уголовному делу номер 12.00.4060.225.00.9075, предвидит ему обвинение о совершенном преступлении, предсмотренного пунктом Б, частью 3, статьи 4.3 ОКРФ, о чем ему объявить. Постановлением старшего следователя 2-го следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных журналистами и правостроительным правом, первого управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве в области, о 23 июне 2023 года номер 15.00.2014, смотревший материал уголовного дела номер 12.00.4060.225.00.0075, установлено первоначально, по делу было установлено, что в период времени с 0.7.03.2020 по 0.3.04.2020 действовала группа лиц по предварительному вговору с Дорогом, Амабой, Перемоновым, Амабой, Каханом и неустановленным лицем, имея умысел на вымогательство денежных следств по сотруднику ОГИБДД ГУМ МВД России по Московской области Горохов П.Ю, под предлогом на местостранение с резиной, короче, в честь, достоинство и деловую репутацию потребовали от него передать ему денежные следствия в сумме 1.500.000 рублей. Горохов П.Ю, воспринимая угрозы реальной, опасаясь их выполнения на 0.7.03.2020, находясь у домовского по улице Маттарского поселка Узелья, Миранинского района Московской области, Горохов П.Ю, Перемоновым, Амабой, Каханом и неустановленным лицем денежные следствия в размере 1.300.000 рублей, то есть в особо крупном размере. Уголовные ответственности по настоящему уголовному делу привлекаются. 1. Дорогу Александра Борисович, 27.07.1976 года рождения. 2. Уроженец города Флорешта, Республики Молдова, зарегистрированный и фактически проживает по адресу Московской области, город Районинск, улица Молодежная, которому предъявлено огнение совершения преступления, предусмотренного пунктом В, частью 3, ст. 163 УК РФ. Кроме того, Дорогу подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом А, части 2, ст. 163, ст. 19 УК РФ. 2. Потеревский Ян Николаевич, 05.08.1981 года рождения. Уроженец города Жуковска, Московская область, не имеющий регистрации на территории РФ, которому предъявлено огнение в совершении преступления, предусмотренных пунктом В, части 3, ст. 163, в части 2, ст. 167 УК РФ. Кроме того, Потеревский Янен подозревается в совершении преступлений, предусмотренных в ст. 319 УК РФ. 3. Терьмовый Дмитрий Борисович, 05.12.1978 года рождения, уроженец города Москвы, зарегистрированный по адресу город Москва, власти генерал Кузнецова, которому предъявлено огнение в совершении преступлений, предусмотренного пунктом В, части 3, ст. 163 УК РФ. 4. Каханый, 8.03.1989 года рождения, уроженец города Киева, зарегистрированный и фактически проживает по адресу Московскую область, главы Люберца поселок Малахов, которому предъявлено обвинили в совершении преступлений, предусмотренным пунктом В, части 3, ст. 163 УК РФ. Вместе с тем, в дальнейшем вопрошенный в качестве обвиняемого Каханый АИ показал, что к нему обратился его знакомый инспектор ДПС Горохов по ИНУ. В ходе встречи с Гороховом по ИНУ, последний спросил его, знает ли он Каханый Филимонова, на что он ответил, что он Филимонова ДБ знает, так как с ним Филимоновым он сотрудничает по ряду проектом, после чего он со своего мобильного телефона, последствием нотинжера WhatsApp, позвонил на мобильный телефон Килимонова и передал свой мобильный телефон Горохову. При этом он в ходе телефонного разговора с Килимонова попросил по возможности помочь Горохову. И с телефоном мы разговали между Гороховом и Килимонова, но он узнал, что некие блогеры, как он впоследствии узнал, дорого по пути и передали напарнику Горохова визитную карту Килимонова для решения вопроса, связанного с размещением негативных видеоматериалов в отношении Горохова в сети интернет. После телефонного разговора Горохова с Килимоновым, Килимонов сказал ему, что Килимонов понял, что от него Килимонову нужно, и по приезду в Московский регион они все вместе должны встретиться. Через некоторое время после указанной выше встречи ему на мобильный телефон, через носинжер WhatsApp, позвонил Килимонову и сказал, что по просьбе Килимонову у него, Килимонову, все получается, и чтобы он передал Горохову информацию о том, что если он, Горохов, хочет решить вопрос с блогером, то Горохову необходимо передать для Килимонову денежную сумму в размере 1 миллион 500 тысяч рублей. После этого он пришел в мобильный телефон и также с использованием мессенджера WhatsApp позвонил на мобильный телефон Горохова и сообщил ему, Горохову, что им необходимо встретиться. В течение непродолжительного времени Горохов, как он не со своим нападником, которого он не знает, подъехал к его офису по адресу Московский область, город Югость, улица Инталь. В указанном офисе Горохов подъехал на автомашине BMW X5. Он сел в салон автомашины Горохова, между ним и Гороховым состоялся разговор. После разговора он передал Горохову информацию, полученную от Килимонова, а именно если он, Горохов, хочет решить вопрос с блогерами, то ему, Горохову, необходимо передать Килимонову, а он, Килимонову, в свою очередь, в каком-то последствии узнал блогерам, дорого, обладает телевскому ЯЭН. Денежную сумму в размере 1 миллион 500 тысяч рублей. После указанных выше событий на седьмом и третьем 2020-го, ему на мобильный телефон при помощи МОЗа Инталь позвонил Горохову и предложил встретиться. Затем в указанный день после обеда по ранней достигнутой договоренности с Гороховом, он на своей автомобиле подъехал к ресторану быстрого питания Мордонца, расположенный по адресу Московский область, Лидерецкий район, Эртеналлахов, Килимонского шоссе, Донси, где уже находились в заказе автомашины. МОЗ по Паршопу. Квиз указанной служебной автомашины вышел Горохов и пересел в его автомашину. Находясь в столе у него автомашины, Горохов достал перемотанную единственную пачку денежных средств с купюрами с достоинством 5000 рублей. Данное денежное средство Горохов положил в облокотник переднего пассажирского сидела. При этом Горохов пояснил ему, что здесь 1 миллион рублей, и они предназначены для Килимонова. Данную денежную сумму он не пересчитывал. После этого Горохов вышел из салона автомашины, но он направился в сторону города Люберца, Московской области. Путенко звонил Филимонову и сообщил ему Филимонову, что он встретился с Гороховым и готов подъехать к нему Филимонову. На это Филимонов сказал, чтобы он подъехал к нему Филимонову в офис. Он подъехал в офис Филимонову, который расположен по адресу Московского область. Его перелечили с минутной до 32-А. В рабочем кабинете Филимонову он передал ему, полученные от Горохова денежные средства. После этого при нем Филимонову созвонился, как он помет, вероятно, с Гороховым. После телефонного разговора Филимонов попросил встретиться с Гороховым. После этого Филимонов сказал ему, что он, Филимонов, в скором времени встретится с Гороховым. После данной встречи Филимонов звонил ему на модельный телефон при помощи мессенджера WhatsApp и говорил, чтобы он уточнил у Горохова ПРУ, когда он, Горохов, передаст остальную денежную сумму в размере 500 тысяч рублей. Далее, 1 или 2 апреля 2020 года он посредством мессенджера WhatsApp позвонил Горохову и поинтересовался, когда он, Горохов, передаст остальную часть денежных средств. Горохов сообщение в истории. завтра он потратил на своему что а через некоторое время своих личных опережений взял передал в размере 300 тысяч рублей которые до этого были перечислены ему горького лидра и предполагались для передачи киримонову как он предполагал что данные денежные суммы также связаны с решением вопроса с блогерами передача киримоновой денежной суммы до 200 тысяч рублей происходило у него киримоновой улице по адресу пособство обратно область в городе Люберце улице южный дом вышеописанным действием делалось желание помочь своему знакомому городу и попросит последнего и попросит последнего при этом он не преследовал каким-либо денежным следом передаваемых от горохова киримонову он себе не прислал далее следователи указали за то что в прошлом качестве потерпевшего горохова дал по свойству указания аналогичные показания обвиняемых киримонову и кафану вследствие чего пришел к ниже указанному выводу таким образом в ходе предварительных следствия в действиях не были установлены обязательные признаки составляющие объективную сторону преступления с предусмотренным фондом b части 3 статиста 63 у к рфд вспомогательства совершенного по предварительному сбору в цель получения имущества вопросов по санказме без показаний обвиняемого киримонову и самого кафану следует что последний не было следоват о преступной камере недорого кириллова так как просто помогал при этом передавал информацию полученную от перимонова передачи горохова долар был и котелевскому деньги в средств размере 1 миллион 500 тысяч рублей необходимо запрещение осуществления дорогого и котелевским видеосъемок внесения гороховой службы и дальнейшего размещения на вид дорогого и котелевского видеозаписей содержащих компрометирующую информацию кириллова и передавал денежные средства полученные от горохова кириллова который в свою очередь передал дорогого и котелевского объективные полно анализируя собранных козит предварительным расследованиям доказательства следствие пришло к выводу необходимости прекращения уголовных преследований в отношении кафану а и не по основаниям пересмотрены пункт 2 часть 1 статьи 24 у кафа и рф с учетом изложенного действия кафану а и отсутствует состав преступление предусмотрено пунктом в части 3 статьи 163 у кафа и рф на основании изложенного и руководствовалась пунктом 2 часть 1 статьи 24 пунктом 2 часть 1 статьи 27 статья 38 частью 2 статьи 175 статья 212 и 313 у кафа и рф постановлено первое прекратить 1989 года рождения уроженца города киева гражданин российских директора зарегистрированного и фактически проживающего по адресу московского область золица космалахов по малаховскому озеру ранену не судимого по основанию предусмотренным пунктом 2 часть 1 статьи 24 у кафа и рф в связи с отсутствием его вести состава преступления предусмотрено пунктом 2 части 3 статья 163 у кафа и рф меру пресечения в виде подписки о невыезде и на ближайшую политику избранную обвиненную кафа и отменить признать соответствующую статью 144 у кафа и рф за кафа артемом выгоревичем право на реабилитацию разъяснить ему порядок возмещения вреда связанным с уголовным преследованием проанализировав вышеуказанное постановление однозначно усматривается что постановление о прекращении уголовного преследования в отношении кафа онлайн постановлено с признаками коррупционного составляющего это подтверждается ниже следующими показаниями коробка пою а также очень ставку проведенную с него части так согласно показаниям потерпевшего горохова по ее данным 21 мая 2020 года он перестал 5-7-25-6 потерпевший горохов поюм указал что 22 февраля 2020 года примерно 17 часов 10 минут более точное время и 20 находящийся моем пользовании сотовый телефон позвонил рябчиков и а который мне сообщил что ему сегодня то есть 22 февраля 2020 года примерно 17 день во время внесения службы на первом маршруте контролирования расположенного по адресу жилья на грецкого района московской области и приехали на одном автомобиле блогеры дорогу фабет и котелевский момент который остался сидеть в автомобиле потом фабет зашел к нему и рябчиков и а и страдал что не надоело ли горохову то что мы котелевский торгов его горохова снимаем на видео и вкладываем в youtube если он горохов хочет чтобы этот исследование с их дорогого котелевского страны прекратилось за помощью по решению этого вопроса материально надо обратиться к этому человеку при этом но рукова а.б. показал ему рядчиков визитную карточку с надписью филимонов дмитрий борисович и заместитель генерального директора улона стихи мне известно что филимонов а.б. является известной личностью московской области мне было известно что с ним общался мой знакомый с кафаном а.и. номер телефона 8 910 02 42 00 я встретился с кафаном и в ходе нашего разговора я рассказал ему о ситуации которая происходила со мной кафаном и выслушав меня пообещал мне переговорить с филимоновым спустя не скрипит не после этого я встретился с кафаном который в ходе разговора сообщил что он кафаном переговорил с филимонов который назначил сумму решения вопроса положительно который определил сумму 1 миллион 500 тысяч рублей после передачи которого к ним к филимонову блогеры вырубают 5 лет и прекратят преследовать имена затем кафан и сказал мне что давай сразу в течение двух дней мне 1 миллион рублей которые я передам филимонов который сам решит вопрос с блогерами остальную часть денежных средств 500 тысяч рублей отдашь нам в течение месяца то есть показания коробка в четкой однозначно фазы что пока не переговорил с филимоновым или на филимонов назначил сумму решения вопроса положительные определил сумму 1 миллион 500 тысяч рублей это показание коробка также указывает что пока не сказал что давай сразу в течение двух дней не один миллион рублей за слов коробку именно пока принимал решение когда как и такими транзакциями франши должна произойти передать динамбурство далее горохов указывает что по памяти не принеслил что деньги средства он передаст к филимонову который сам обратить внимание на тот момент что не филимонов сам а не самостоятельно решит вопрос с блогерами остальную часть денежных средств 500 тысяч рублей отдашь нам в течение месяца из чего следует однозначный вывод что сумму пятьсот тысяч рублей необходимо отдать как указано нам а и на фаха и на фаха и на филимонову а горохов четко повествует что делить сумму пятьсот тысяч рублей необходимо отдать фаха а уж будет ли он делиться филимоновым или распорядиться не по своему усмотрению горохов неизвестно далее горохов указывает обдумав данное предложение которое мне сообщил кафан и я согласилась и пока что исследование меня со стороны блогеров очень сильно угнетало меня и мою семью не носил психологический вред а также блогеры группы телевских распространялись медики поставящие меня которые не верят от собой правды на седьмом но и третьем 2020-го во второй половине дня было точно времени не помню я встретился с кафаном по адресу московского официальный район косовых уделов по ресторану макдонный с более точным адресом я не помню где кафан и ждал меня в своем автомобиле бмв 745 дефекционный знак а 414 м1 всех указанных автомобилей где находился только кафан последний меня снова заверил по после уплаты мной денежных средств в размере 1 500 тысяч рублей к лимону камней с блогером очень никто не подойдет то есть кафан и убеждают горохова заплатить денежные средства и гарантирует что лишь в том случае если горохова заплатить денежные средства указанный кафан кто-то завереним кафану в этом случае не только дорого по телевизору к нему не будут приезжать а вообще никто из блогеров не подойдет хотя отлично понимал что это сделать это состояние именно тот момент не в будущем о чем он в ходе дачи показаний приснился в дальние заседания согласно протоколу дополнительного допроса потерпевшего говори какой даты не помню примерно двадцать 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 минут я со своего сотового телефона 8 9 2 6 08 звонил на обменский номер кафанова а и 8 990 2 42 нужно встретиться и обсудить ситуацию с блогерами для занятий прошлого кафанова и моя просьба не удивила так как он не поинтересовался о каких блогерах идет речь в данных показаниях горохов делает опозначенный вылез, что горохов был в курсе его конфликта с блогерами и знал что горохов ему позвонил и ждал звонка далее горохов указывает в позе телефонного разговора горохов предложил мне встретиться в этом же день 19 часов нового минуты 22-го 2020-го и его кафанового офиса расположенного по адресу московский лондон в городе люди в целом с инициативами то есть горохов заявляет что инициатором встречи является кафаны при этом горохов обращает внимание следствие на тот факт что кафаны не поинтересовался о каких блогерах идет речь что в очередной раз подтверждает что кафаны еще до звонка горохова знала ситуация между ним и блогерами продолжать назначенное время как уходит на встречу кафанов вместе с гороховом да а в ходе разговора кафаны в присутствии горохова при этом кафаны знал что я кужу вместе с гороховом высказал мое адрес требования передачи через него кафанова денег 1 миллион 500 тысяч рублей или модный дб который сам решит вопрос с блогерами дорогого махателевской которые прекратят преследуйте меня и мою семью анализирует данную часть показания горохова сразу становится понятно что на какой просьбе якобы помощи горохова со стороны кафанов данной идеологии речи нет а город наоборот искали из его показаний воспринял слова кафанова как требование передачи через него кафанова 1 миллион 500 тысяч рублей или модный дали своих показаний горохов указывает при этом кафаны выдвинул мне требования чтобы я ближайшее время в течение нескольких дней передал через него кафанова 1 миллион рублей и через несколько времени после этого я оставшуюся часть денег 500 тысяч рублей через вароков очередной раз указывает что кафаны не был просьбой обсуждает денежный вопрос а наоборот слова кафанова он понимает как требование он четко указывает что кафаны выдвинул требования чтобы он в ближайшее время в течение не передал деньги в сумме 1 миллион рублей оставшуюся часть денег 500 тысяч рублей решать как когда кому сколько необходимо передать деньги в средствах дали горохов признаешь кафаны не сказал что после передачи денег вернули в сумме 1 миллион рублей прекратив самопреследование блогерами дорого и средствами которых он фирмон финансово отблагодарить анализирует данные слова горохова если им верить прослеживается активного кафанова при этом стоит обратить внимание на тот факт что написано на раком как они убеждают горохова отдать 1 миллион рублей при этом гарантирует что если он это сделает то блогеры прекратят его преследовать а вот что самое интересное что именно на этой встрече кафаны говорит на передаче денег блогерам то есть все суммы оказывается всего лишь о какой-то финансовой благодарности какой в каком размере следствием не выяснялось дали коробку кафан мне сказал что если я согласен то фильм он созваниваться с блогерами дорого махателевским с которыми обсудить условия сделки и финансовый вопрос вознаграждения а вот на этот момент как раз так преследовала обратить особое внимание так как как раз выйти показания указана роль пелемоновых кафанова а именно только в эту встречу горохову кафаны доводятся условия его вопроса то есть он передает пахану 1 500 тысяч рублей после чего пелемонов обсудить с блогерами условия сделки и финансовый вопрос вознаграждения то есть утверждает что речь идет не о передаче передаваемой им суммы блогерам а всего лишь о вознаграждении сумме которые еще будут обсуждаться тем самым горохов однозначно управлять следствие освоение осведомленности какую сумму конкретно могут получить блогеры с перед нами суммы какую сумму и не будет кафану и кафану однако данный вопрос и не кафану и не выяснялось а также не установлено и невыяснимо знали ли блогеры об условиях которые горохов выдавили в качестве требований кафану дарья горохов указывает я сказал кафану попрошу встречу со всеми вместе 1 миллион пятьсот тысяч рублей не маленькая для моей семьи я хочу быть уверен что все условия так называемые сделки будут происходить при мне в дальнейшем будут соблюдены чтобы не было иных представленной своей сделки на что пока она ответила что я телевский из-за пандемии заболел сидит дома и на какие встречи со не поедет на данный момент следствие также следовало обратить особое внимание особенно тот момент что как выяснили в суде и кафану подтвердил вообще не знал телевского из чего можно сделать однозначный вывод что кафану под любым предметом возникало подобной встречи с блогерами как знал что высловая действия не соответствует действительности он будет изоблечен в глаза горохова данный также говорит что опасается появление блогеров на их горохова фирмонов и пока на встрече если боги узнают о том что за мыслие кафан и естественно придадут их преступленно вернее огласки и закричат их противоправных действий чего очень опасался как они всеми способами препятствовали или он также отговаривал горохова от встречи с блогерами как он тоже опасался в обратном случае если есть мы сняли в казани кафану что более находится в зависимости опять же непонятно какой зависимости может находиться не в петельский который в петельном петельского вообще не знаю для них вообще не составлял труба не давайте встречу горло на котором оставил горохов выяснить все вопросы которые возникали горохова потому что если умышленно не стала выяснять данные обстоятельства получены ответы выяснением подобных обстоятельств воспреки особо освобождение кафанова от уголовной ответственности а что самое интересное на что следовало бы в первую очередь обратить внимание следствие горохова говорит о том что кафану не говорит о том что кафану и горохова это подтверждается тем что карантин в московской области было объявлен только 12 но и 3 2020 года подтверждается в основании губернатора московской области 12 но и 3 2020 года номер 108 пг поведение московской области режима повышенной готовности для управления сил московской областной системы при выпреждении лекдации через некоторых мер по предотвращению распространение новой коронавирусной инфекции ковид 2019 на территории московской области несмотря на такие скорочные факты следствие слепо верит как показаниям горохова так и показания пока но и при этом не следствием не руководство следственного органа не прокурор утвердивший объединительное заключение не замечает явных противоречий не пытается устранить самые первые поведения были объявлены в москве указом мэра москвы 2020 номер 12 у последствия московской области 12 марта 2020 года в средстве недействительного карантина и заболевание первых двух рисков у членового семьи на это дорогу указывает в этой жизни примерно 20 часов 00 минут мне на ватах позвонил кафану и сказал что он кафану звонился с филимоновым который в свой телефонный разговор и здорово мы по телеке обсудили условия вышеуказанных сделки дорогу опять поясняют что обсуждаются условия сделки однако следствием не выяснили все таки о каких условиях какой сделки говорил кафану готовы встретиться со мной получить денежные следствия через филимоново который передаст им дружбу к телевскому денежные следствия в сумме 1 миллион рублей чтобы они дорого к телевскому прекратили мое преследование преследование моей семьи судя по выше указанным показаниям кафану все-таки дает надежду горохову встретиться дорогому телесу и уверяет его что после передачи 1 миллиона рублей к лимону они будут встретиться хотя в дальнейшем и всячески избегал даже разговора встречи с ними то есть он просто водил очень словами горохова заблуждение да и горохов показывает на следующий день после этого я занял дом в день жизни этого суммы 1 миллион рублей сутруги горького до горького не сообщает для чего мне нужны деньги после чего горького дала мне долг деньги 1 миллион рублей купюрами номинал 5 тысяч рублей в количестве 200 купюр который я перелезал в резинку для денег и положил в пакет после чего я позвонил кафану и сказал что я готов к встрече с ними должен кафанам и левонов потребуемая сумма будет при мне седьмого на 3 2020 примерно 13 часов я находился вместе с горького маршруте номер один когда мне на ватсап позвонил кафану со своими сотового телефона и спросил я нахожу нашли ответил что я нахожу нахожу по адресу московского облача зелёстки района посолку дельная битвиста часы рядом с макдональдс на что попали мне сказал что он сейчас подъезд ко мне седьмом на третьем 2020 примерно 12 часов на минуту бм-745 государственный регистрационный знак а 414 который на встречу придет владею я вышла снова из автомобиля и пересел в салон автомобиля кафану который не передался недвижащим недвижным следствам размере 1 миллион рублей который пересчитать деньги не стал который положил перчаточный ящик своего автомобиля и сказал что передать сегодня вечером младенье в сумме 10 миллионов рублей и лимонный который в свою очередь передать деньги дорогую среду и что касаемо оставшихся денежных средств в сумме 500 тысяч рублей он кафану сообщит мне позже то есть вы через два раздействия слова кафанова указывает на его заинтересованность получения денежных средств а также он дает танец гороху что именно он решит когда необходимо передать оставшуюся сумму о чем он ему коротко сообщит кожи к этому слову кожа они достижимы жаре горок указывает после чего я вышел из автомобиля вернуться в свой служебный автомобиль в этот же день до смысл и третьего 2020 примерно 22 часа на минуту не на ватсап позвонил кафами и сказал что сегодня встретился с филимонами которому передал мои деньги 1 миллион рублей который должен передать деньги дорогую к телевшку после чего в отношении на меня и моей семьи все ведет минуты прекратятся на следующий день как мне пообещал кафан и ко мне никто из блогеров не приезжал в том числе ко мне на службу одна последователь дополнительно было известно что уже феврале 2020 года блогеры переключились расследование рекламе услуги февраля месяца роликов отношения горохова так и не было и так вот что касается что блогеры к нему больше не подъезжает вот опровергается материал не делал деятельность горохова также освещалась на 2 0 4 2020 примерно двенадцать часов на минуту не на сапу звонил кафану который потребовал снова горохов употребляет слово потребовал в очередной раз подтверждают то что горохов в действиях ахана воспринимал не по помощи как требование передачи денежных средств передать ему по плану для филимонова дорого поцелевского оставшуюся часть денег 500 тысяч рублей из ранее переданный один миллион рублей на что я сказал что у меня нет денег мне надо позвонить узнать у кого я могу занять деньги после чего я то attacks который рассказал телефонный разговор с кафана он спросил сколько еще его жена сможете дать мне денег денег в долг через несколько времени газмарина воцап горик сказал что его жена даст мне 줘 300000 рублей я позвонил на ватап пока он не сказал что у меня есть только 300000 рублей на что кафан и сказал мне что его поклону банковская карта привязана к номеру телефона я перезвонил на Горикову, которому сообщил разговор с Хахановым, выслал Горикову номер телефона Хаханова и попросил Горикову переписать с Хахановым деньги на банковскую карту. До 3-го, 4-го, 2020-го, в 12 часов, 48 минут, не на сотку телефона, на сотку телефона 20, позвонил и Гориков, да, и сказал, что деньги в сумме 300 тысяч рублей, он, Гориков, писая банковскую карту, 42-74-20, отправил на банковскую карту Хаханову, Артему и Гринчу. В 12 часов 49 минут, на 3-го, 04-го, 2020-го, мне на сотовый телефон на WhatsApp, Хаханов отправил на WhatsApp сообщение, что деньги получил, спасибо огромное. В данном случае благодарность звучит вообще неправдоподобно. Вот если бы Гориков его благодарил, то тогда бы было понятно, что Хаханов действительно помогает ему урегулировать вопросы с хокерами, а здесь благодарит Хаханову. После чего примерно через 2 дня после этого, то есть 05-го, 04-го, 2020-го, 20-го, мне перезвонил Хаханову и сказал, что он, Хаханову, 30 тысяч рублей, передал Климуру, который передал деньги следствию Горикову, оставшиеся 200 тысяч рублей, а так же нам позже. Снова Хаханов говорит о том, что деньги отдашь нам. Согласно к такому вопросу потерпевшего от 05-го апреля 2021 года, там прелесть дел 23-30, навести дел 26, потеплевший Гороков говорит, что Лимонов ненадолго вышел в кабинету Хаханову, и Хаханов в разговоре спросил меня, как у меня обстоят дела на службе, и не подъезжают ли там никакие-либо еще дожди после передачи денежной суммы в размере 1 миллион 300 тысяч рублей. А затем Хаханов сказал мне, что после передачи всей денежной суммы в размере 1 миллион 300 тысяч рублей он, великий Лимонов, непосредственно предговорят с другими блогерами со СМИРа Белитрава, и они прекратят видеосъемку. В очередной раз Хаханов со Сильевым, с поломехом, все он не готовится кладить блогерами СМИРа СМИРа Белитрава, соминировал дорогу и выклатить, как он ранее говорил в том числе и ему лично оставшуюся сумму. Хотя, опять же, как выяснило поздно, он и не умеревался решать данный вопрос, о чем он пояснил в суде, а следствие данного вопроса не уяснялся. Далее в новостях делал 27, это уже какого, он на вопрос следуете, потерпевший дорог, ответил. Изучив указанную видеозапись, могу пояснить следующее. Данный видеозапись был сделан на 9-й год, 6-й год, 2020-м, в период времени с 15-ти часов 30-ти минуты до 19-ти, на 47-й год. На видеозаписи имеется разговор между Луном и Каханом. Данная встреча происходила по адресу Московского области город Юлица, Ярмутовский проспект. На данной встрече я с Каханом обсуждал передачу остатка денежных средств в сумме 300 тысяч рублей. Кахан и сам упомянул в разговоре, чтобы окончательно отстали от нашего 14-го батальона, в том числе от командира Клюева, нужно передать 500 тысяч рублей. Опять же, Горох в очередной раз не только опровергают, но и полностью разбивают это все следствие о том, что Кахану не имеет никакого интереса. А просто помогал Гороху, так как Горох в своих показаниях настаивает наобратно. Именно Горох в своих показаниях указывает о том, что Кахану требует деньги не только с Гороху, но и предлагает Гороху решить вопрос с командиром Клюева. Но опять же, за денежную сумму в размере 500 тысяч рублей. При этом Гороху в мотиворе Клюев к нему за помощью не обращался, а наоборот Кахану пытались через Гороху довести информацию до Клюева и за сумму в 500 тысяч рублей решить вопрос, чтобы отстали не только от Клюева, но от всего 14-го батальона, чего естественно не выполнить не мог, но и не собирался, на чем он также подтверждил в суде. А как показаны ранее следствия на данный вопрос, не выяснялся, так как ранее уже говорилось, что с ней данным вопросом показывает, как раз таки, активную роль Кахана в получении уже денежных средств семейного, и в этом случае, в данном установке, который гражданского в освобождении Кахану от уголовной ответственности. Согласно протоколу допроса, потерпевшего от 27 апреля в 2021 году, там кривист был 35-40, на листах 33-35 и 37, потерпевший порог он говорит, что в настоящее время я вспомнила, что перед временем с на 1-1-2-20-го по 25-й, на 2-е-2020-го я находился в учительном отпуске. Отпуск я проводила в городе Сочи, Краснодарского края. После указанного выше разговора с Рябочком, я тот же день, я позвонил в своем мобильном номере на мобильный номер Каханова, перецепсовался, известен Елена Филимонов, Д.Б., на что он мне ответил, что он не только у него у Каханова знакомый, но и компонент по бизнесу. Он спросил Каханова, в последнее время, в следующем время, в день на предрасывании Каханова, я не помню, но могу только спросить, что данная встреча происходила в городе Сочи, Краснодарского края. В ходе данной встречи я рассказала, что многие дорогие Капитилевские в 2013 году, в 2012 году, то есть с момента решения правоуправления транспортным следствием в городе ЛАБ, во время отчтениями моего службы поддерживающих в городе Светских, производили в виде снимки и в последующем укладывали их на своих ютуб-каналах ГН и на самых городах. Хочу отметить, что на указанных выше ютуб-каналах видеороликов как со стороны Дорогова, так и Светского имелись незаведомо ложные комментарии о моей фронтированности. После того, как я данную ситуацию, объяснил Каханову, что он примет и звонит Капитилевскому, но это цитата из постановления, поэтому смысловая нагрузка передает в стакан, а есть и право в процессе документов. После Капитилевского разговора Каханова объяснил мне, что у Капитилевского с Дороговым и Светским есть общие дела, которые он с Дороговым и Светским решает за денежные вознаграждения. После этого Каханова сказал мне, что Капитилевскому очень радует дать деньги. И так, как у него Капитилевского с Дороговым и Светским и Дороговым и Светским, и Дороговым сможет решить мой вопрос, а именно что Дороговым и Светским и хотят на день видеосъемки не отдаливший перестанк к датчику. Капитилевский с Дороговым и Светским, и Дороговым и Светским. Дальными словами Каханы пытаются убедить Дорогова о том, что он посвящен власти детали, в частности отношения к Лимону и Божернице. Не зная о личных качествах Лимону, которые очень жадуют за деньги, то Кахан убеждает Дорогову, что только он сможет решить вопрос Дорогову. Затем Кахан и сказал мне, что мы еще раз встретимся для обсуждения данного вопроса по приезду в господь в господь. Период от недели до полутора недель, то есть недавно сказать, что я не могу, так как не помню. После Паханова, после Паханова, встретившего моего зрителя, он помогает Кахану и сказал, что нам надо встретиться по поводу моего вопроса, связанного с блогерами Дорогового телектора. Мы договорились о встрече Паханова, после чего он приехал к Каханова, который расположен по адресу Москоп-40, скорых лет уступить инициативное, дом 15. На встрече с Каханом вместе со Светским служимцем. Гориком, да. Хочу дополнить, что к офису я с Гориком подъездил на машине БМХ-5, государственный инфраструктурный зал 5.001 ТЕС, которая находится в собственности моей жены. После того, как он подъехал в Каханово, последний пересел указанным в машине для международного Пахана создавался разговор. Хочу данного разговора, Пахану присутствует в Гориком, да. Прежде Пахану знал, что служил здесь с Гориком, да. Выдвинул требования в мой адрес о передаче через него от Каханова, денежный сумм в размере 1.500.000 рублей. И снова Гором в недоступном русском языке объясняет, что слова Каханова он воспринимал в языках помощь в решении его вопроса со стороны Каханова, а наоборот по требованию. Мало того, он вообще был удивлен такому разговору, а тем более требованию со стороны Каханова, так как полагал, что если они являются сотрудницами полиции, а тем более в форме, а значит при исполнении, то, несмотря на это, Каханы будут себя дерзко и уверенность. В присутствии незнакомого сотрудника полиции выделили на дорогу первая передача денежной суммы в размере 1.500.000 рублей. Да, это продолжение на листах 25. Филимор в УДБ, который в свою очередь передаст данные деньги в следствию дорого от телевизора за решение вопроса, связанных с прекращением введения инвесторов в отношении меня, а также последующего выкладывания их в канал Кибер-Муссиал содержателем уложенный канал Сибир-Муссиал. При этом Каханы сказал, что в случае, если я не передам через перимону блогерам здоровую петельку денежную сумму в размере 1.500.000 рублей, то точечное имя для запись внесения не служба, а также выкладывания, но и для запись заведом ложной информации в отношении меня продолжится. Опять со слов Горокова становится ясно, что что, как говорится, у меня с учениками, это не лист. Кроме того, по Каханову, вроде бы угрозы, что видео продолжится, несмотря на то, что видео были уже запрещены, которые включились на расследование и в любом случае. Но в любом случае данными словами Каханова для поднятия своего личного авторитета и значимости к Мазаку Рохо, при этом не общаясь с недорвым неспективенским, с целью склонения Горокова к передаче денежных следов округивает его продолжение в видеозаписи и в случае не выполнения требований, которые он озвучил. В связи с тем, что в моей ситуации, связанной с моей преследованием со стороны блогеров торгового Светского и их безопасности, по конкретно подаче многих заявлений о законодательном органе результатов не приносили, я согласился на выдвинутые требования Каханова, говорит Гороков. Письмо Гороков настаивает на том, что слова Каханова о денежных следах выполнены в видеозаписи как следований, а передачи через него филимонного ДБ «Дорогого оборота» к Светскому влияет денежных следов в размере 1,5 миллиона рублей, для прекращения осуществления «Дорогого» на Катилетской видеозаписи и несения именной службы, а также выкладывания на YouTube-канал видеозаписей и наредной ложной информации о прошлом имя. Восьмом году 3-го в 2020-м состоялся через скакан в видеозаписи 23-я. Затем в указанный день во второй половине дня точного времени на инфорту и ранее достигнутой договоренности с Каханом для наслужебной автомашины «ДБС-Марков-Фокус» и государственный регистрационный знак ООН-4857 подъехал в ресторан и гостином питания Мордонос, в адресе Морков-Корлас, Светский район, в Тайпо-Малахове, комитетское шоссе, дом 3. Указанному молодежку подъехал автомашину «ДБС-Серия-7» государственного регистрационного знака «ДБС-Марков-Фокус», в котором находился Каханом, и после чего я пересела в указанную автомашину. В салоне указанной автомашины я передала Каханом денежные средства в размере 1 млн. рублей. При этом я понесу Каханому, что здесь 1 млн. рублей, а оставшуюся часть денежных средств я передам на мероприятие. Каханый на это согласился. А вот это самый интересный момент, а именно в том, что если бы действительно Каханый выполнял роль помощника Горохова в решении вопросов с блогерами, а в частности роль курьера, пока он, как при этом не имеющий какого-либо интеллекта обеспечивания на данных условиях, не посоведовавшись, обещая дворовку подождать оставшуюся часть суммы. Но при этой стройке ни с кем не обговаривают, то есть Каханый с настоятельно принимает решение в отношении оставшихся части денежных средств. После чего мы разберемся. После передачи мною Кахану в денежных средств в размере 1 млн. рублей, сестра не сдобил пробуясь к Сверхскому от исследованиях в Кахану. На второй ночи год, в конце 20-го, приема 12 часов, на именем Минькмен, 20-ю занял Кахану, который пока требовал передать ему и Кахану, из лицного гороха, воспринимая слова «Девятью Сверхскому» и Кахану, как требования, для требования для Минькменов Сверхского, а также в следующий день, в следующий год, что я сказала, что у меня денег не надо заставительная, кого надо занять деньги. После чего я позвонил Горького ударного отца, в котором я рассказал, с телефонный разговор с Каханой. Спросил, сколько еще его жена сможет дать мне денег в долг? 337. На листе 37, 38, в дорогу сразу выпадает. Кахану в разговоре. Спросил меня, как у меня, что я взяла на службы посещателя, а мне какие-либо еще годы после передачи денежной суммы в размере 1 миллион 300 тысяч рублей. Затем Каханой сказал мне, что после передачи всей денежной суммы в размере 1 миллион 900 тысяч рублей он на их ремонт непосредственно переговорят с другими блогерами со съемок деталок, и они прекратят везде снова. Хотя я говорю, что рассказывает об активном действии с Каханой, произошедшие три встречи. А тем более, как в последующем выяснилось, хотя данный вопрос должен был выясняться следовательно, до нанесения постановления о прекращении уголовного преследования отношения Каханого, Каханой не только не собирался разговаривать с другими блогами с ним и взлеталом о прекращении везде съемки о прекращении к Гороху, обещал Гороху, мотивируя его на передачу уголовных средств, везде, которые при любом желании не смог бы выполнить, и не планировав, что вводил в заблуждение относительно своих возможностей влияния на каких-либо блогеров Гороху. Как же следствия именно обходимы было выяснить, как же все-таки должна была делиться озвученная Каханой сумма, какую сумму в конце концов согласился в гордую путевести, а также в блогере следствия из-за того количества и более 100 человек выполнить требования Каханного прекращения для съемок не только Гороху, но и всего 14-го поколения. Ое объяснении данных обстоятельств придет в разрез со статьей 73 в КРФ, и соответственно, выяснение данных обстоятельств препятствует прекращению уголовного преследования Каханова, так как в ином случае было подтверждено, что Каханой просто возил в заблуждение Гороху, обещая ему то, что не мог выполнить и не собирался его помочь, а также в результате его действия очевидны на роль Каханова, что он не только является получателем денег и успехов с Гороху, а Микославом Гороху, распределителем денежных средств и выполненным решением, кому и стоит он себе платить, и не дадите поставленных задач и не дадите. На 9-го числа 2020-го показать дорогу примерно в 15 часов 40 минут расследится с Каханом по адресу в Востоке в Большой Люберце в Креженковске просвет в данной встрече с Каханом успевал передать поставку в Венчинске в сумме 200 тысяч рублей. Далее Кахану самому разговорил, чтобы окончательно отстаня от нашего четвертого дайона, в том числе от командировки Юра, его нужно передать в 100 тысяч рублей. В очередной раз Гороху проясняют следствию, а негативные действия в Кахану доводят последствия активную роль в Кахану в получении денежных средств не только с Гороху, но и с командиров Клюева. И при этом, как говорит Горохов, Кахан и сам был инициатором этого разговора в отношении получения денежных средств с Клюева. Естественно, Гороху он хотел использовать в этом деле как подсредника. Протоколочные ставки между Килимоновым и Гороховым на 3-м на 7-го 2020-го года Том-6-205-211 на листе 207-ти первый Гороху сообщает, что примерно в конце 2019-го года мне на телефон на ватсап позвонил ему напарник Япочков. Сказал, что к нему во время внесения службы к объекту город Телевский сказали, что эти Гороху надоели эти съемки в отношении семьи, в отношении него и его семьи. Также они показали музейку, где был написан Филимонов, и сказали, что данный вопрос можно решить через данного человека меньшими средствами. Что здесь не связался и он отлучит сумму. А вот теперь опять показания Горохова, из которых можно ли сделать вывод, а его участвовать в функциональности и последовательности. Так как Филимонову я лично не знала, но мне было известно, что он делал в машину, он сразу задал мне вопрос. Что приехал по блогерам разговаривать? Я сказала, что да, при этом Кахана сказала, что вечером поговорить с Филимоновым, но сразу пояснил, что опять будет полоножительным. Так как блогеры пользуются автомобилями нефтики, которые Каханы не предоставляют. Анализируемые данные показания Горохова трудно сделать вывод, что Каханы действуют на интересах Горохова, что Горохов обратился к Кахану за помощью. А наоборот, данная ситуация выглядит как спланированная операция со стороны Каханова к Кахану и Филимонову, которая запрогабрирована в лице Каханова обещает положительный результат для Горохова. Я этим еще не называю сумму денежных средств за вопрос, который беспокоил Горохова. Протоколочные ставки между Кахановым и Гороховом от смерти 9.08.2020 года в том, 6.13.215 в 2.2022 в 2.25 в 3.17 и терпевший Горохов сообщает, что спустя некоторое время мне на WhatsApp позвонил Каханов и сообщил, что Филимонов сказал, что необходимо передать еще 300 тысяч рублей. Указную сумму необходимо перевести. После этого я уже у своего коллега занял указную сумму и спросил Горику, супругу моего коллеги, перевести указную сумму на счет, который привязан к номеру телефона. Я передала номер телефона, данный номер принадлежит Кахану. После того, как было существовало 3 года, мне позвонил Кахану и сказал, что денежные средства пришли, спасибо, что он передаст денежные средства или иного кому в какой сумме он не уточнял. Слова Горохова, касающиеся того, что Кахан любезировал в том, что он лично передаст денежные а также при этом не уточняет, кому какую сумму он будет передавать, а тем более не сообщает, сколько он поставит себе. слова Горохова, говорят о том, что Горохова этими словами в очередной раз вводит Горохова в заблуждение, так как материалы делают протокол судебного заседания, а также видео, находящееся в материалах уголовное дело, подтверждают тот факт, что Кахан не только не собирался передавать деньги дорогу, а вообще избегал встреч с кем-либо, из бургеров. Кроме того, Кахана я осведомлённый о том, что Горохова желает обсуждать финансовый вопрос с Гороховым, использовал фамилию Жорохов как код в поднятии своей значимости для облегчения получения денежных средств с Гороховым, что опять-таки дает большие сомнения в версии следствия, что Кахана не действовал на интересах Горохова, тем более безвозмездно. С потолочной ставки между Гороховым и Гороховым от 08.08.08.2020 года в шестнице это дело 235-247, в университет 238. Потерпевший Горохов сообщает, что Федоровец 2020 года находился в отпуске, на телефон на WhatsApp позвонил сотрудник ЛИВД Рябчиков, который также работает со мной, рассказал мне, что к нему на первом маршруте патрулированной ДВД можно решить вопрос о прекращении видеопреследования и публиковании видеороликов интернет-ресурсов на ютубе заменительного день рождения. Данному гражданину я лично не знала, узнала, что с ним общается мой знакомый Хохали. Позвонил вечером того же дня Кахана в WhatsApp. Спустя Кахана мне сказал, что не удивился он мой мой му House парказ говорит, это ings и для подключения Вы вы explaining «Я встретился с Хохановой, спросил непосредственно, что они хотят». Хоханов сказал, что встретился с Хохановой и спросил, что они хотят. «Какое денежное вознаграждение они хотят?». В очередной раз вышивложенные показания Горохова говорят о заинтересованности и осведомленности о том, что Горохов должен обратиться к Хоханову, о том, что Горохов должен обратиться к нему по вопросу с блогерами, Указывает о том, что Кахану действовал в своих личных интересах, но никак не интересам Горохова. Вечером на WhatsApp мне позвонил Кахану и сказал, что он встретился с Телемоновым, а он в свою очередь встретился с домом в Северке. И сказал, что они хотят 1 миллион 500 рублей, но не славили видеороликов в отношении меня и моей семьи. А также в моей служебной жизни, в моей интернет-пишечке, так как я был морально погадрен, как и моя семья, то я начала искать указанные суммы. Кахану мне сказал, что 1 миллион рублей нужно будет отдать сразу, и 100 тысяч рублей готов. В очередной раз Горохов подтверждает о том, что Кахану принимает решение. Именно Кахану говорит Горохову, что 1 миллион рублей нужно отдать сразу, и 100 тысяч рублей потом. При этом не разъясняет, когда им нужно потребовать 50 тысяч рублей, а просто обладает самим полномочиям и решит вопрос, когда потребуется остальная сумма. что говорит о том что пока не был заинтересован в получении 1 миллиона рублей сразу спустя некоторое время спустя некоторое время на автомобиле марки бмв грз а 414 и он не помню я сел на передние сиденья в автомобиле папану вместе с ним и пересчитали вложили в перчаточный ботачок автомобиля при мне он позвонил перимону и сказал что деньги у меня что деньги у меня вечером передаст а ты тем самым передашь дорожную пищевку далее дорогу опять продолжает спустя некоторое время напомню папану потребовала от меня 300 тысяч рублей для передачи дорожную пищевку то есть в тюрьме располагаться на дорогу воспринимают как требование с него денежных средств в размере 300 тысяч рублей продолжает ворота так как такой суммы не было для занято денег и средств любой только ахан не сказал что денежные средства и находили перейти на парке на банковскую карту кафану которая привязана к его номеру телефона а он встретится приходит считать Bonus мировое пищевoke после того , как предложили писать Спасибо. 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 Мы сказали, в котором Кахану размущено делится своими учреждениями к окружающим и говорит. А начальник пускай себя ведёт правильно. Но учреждения готовы себя вести правильно. Готов к человеку просто так. Ну а что, ну а что, а как ещё? Человек к нам идёт на контакт. А они его снимают, скажем, цензурно. За что? Под словом они он подразумевает как раз блогер, который разрешает ко мне и Каханова договориться с человеком, который идет с ним на контакт, а именно соглашается на это условие, заплатите в денежные средства. В соответствии со статьей 33 УК РФ организаторам признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнение. Способникам признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления для устранения препятствий. Все выше изложено и подходит под действия Каханова, а в частности, на встрече 15-го года 2020 года, сочетанной в рамках ПРМ, Филимонов прямолчил в депутатии Каханова, советует Горохову, как он должен действовать, а именно Филимонов говорит следующее, ты спокойно берешь денежку у шефа, Горохов с этим соглашается, говорит, они там в офисе, да, чего, проблем никаких, Филимонов продолжает давать указания, говорит, да, как-то в данный диалог вмешивается Каханова, который отлично сознает, что это действие незаконное, у кого не указуемо, и в избежание данных последствий советует замаскировать это подзайм, а именно, вмешиваясь разговором, говорит, только взаймы. На данной встрече также запечатлены опасения Каханова вдруг по мнению блогеров, естественно, которые воспрепятствуют их незаконным действиям и планам. Преступные деяния Каханова подтверждаются вышеуказанными показаниями Горохова, которые он подтверждил в суде, при этом нисколько не меньшая роль Каханова в Каханове преступлениях. По обратным случаям, если верить следствие, Каханова действительно не виновен, необходим выдающий материал проверки о наличии состава преступления в действиях Горохова за заветовый ложный донос, связанный с обвинением в особо тяжком преступлении, что в черный раз подтверждает о незаконном освобождении Каханова от уголовной ответственности, и, как уже было сказано, данное подтверждено невозбуждение уголовного дела в отношении Горохова по 306-й статье уголовного кодекса. Также активная роль Каханова в преступлении в отношении Горохова подтверждается в постановлении о проведении оперативного эксперимента от макеивания 6-го 2020 года вынесено по оперуполномоченным по владойшим правоотделу ОСБ ГУМВД России по Москве в области капитану полиции Мироновой в том 2-3. При этом в постановлении указана роль и Филимонова, и Каханова. В связи с чем в постановлении указано, что ОСБ ГУМВД России по Москве в области находится в делах предварительной оперативной проверки номер 88-1-1-2-20, заведенной в 30-го июля 2020 года в отношении неустановленного лица, который за 150 тысяч рублей предлагает постановить уволенного сотрудника по полиции по облицательным мотивам ГУМВД России по Москве в области. Объясняется тем, что имеется в виду грязи с капитанными руководителями МВД России. В ходе проводения оперативно-разоскрытых мероприятий было установлено, что связи к Ибурамке являются на установленные лица для следователя в области мобильной информации с банковскими номерами 8903-796-8910-02, которые в настоящее время помогают денежным средствам в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей с инспектора 14-го батарея 2-го полка ДПС Южная на Рокула Павла Юрьевича за неразглашение компрометирующих видеоматериалов в сети интернет, короче, честь и достоинство. То есть оперативные сотрудники уже 30 марта 2020 года имели информацию, что владельцы указанных именем урок за деньги не только предлагают постановить уволенную сотрудника полиции по отрицательным мотивам ГУМВД России по Московскому области, но и вымогают денежные средства в размере 1 миллион 500 тысяч рублей с инспектором 14-го батальона 2-го полка ДПС Южная на Рокула Павла Юрьевича за неразглашение компрометирующих видеоматериалов в сети интернет, короче, честь и достоинство. А как известно, номер телефона 8903-796 принадлежит телефону ВДБ, а номер телефона 8-910-002 принадлежит Капану Муаню. Вообще известно, что служебные преступления, совершаемые судьями, прокурорами, следователями, лицами, производящими дознаниями, и другими участниками уголовного или любого другого судопроизводства, нарушают как конституционные права граждан, так и правоохранительные обязанности. Такие преступления дискредитируют правоохранительные органы, подрывают авторитет закона, наносят ущерб интересной государственной власти. Из всего массива состава преступлений против правосудия можно выделить в отдельную группу специальные должностные преступления. В соответствии с УКРФ к ним относятся привлечение заведомо и невиновного к уголовной ответственности ¡Статья 299! Незаконное освобождение от уголовной ответственности ¡Статья 300! Незаконное задержание заключением по штрафу и содержании по штрафу ¡Статья 301! Принуждение в даче показаний ¡Статья 2а! Треставиация доказательства по уголовному делу лицом, производящим дознание следовательным прокурорами и защитищем, часть 2 айфи, статьи 3ange 4 cц, и незаведомо неправосудный приговор о решении или иного судебного акта. Опять же опять, не исполнение приговора суда, а решение суда или иного судебного акта 215. Такие преступления объединяют то, что они могут совершаться лицами, которые, как правило, злупотребляют должностным правомойчивым в сфере своей профессиональной деятельности и правоохранительных органов в судах, могут быть непосредственно сопряжены с действиями коррупционного характера. Данное преступление незаконным освобождением договорной ответственности, как уже сказали выше, могло бы совершено только лицами, имеющими отношения к расследованию данного уголовного дела, в том числе, утвердившими обвинительные заключения. В связи с тем, что данное преступление невозможно совершить без согласования или пропустительства высшего руководства и ответственного комитета, как и прокуратуры Московской области, не с чем считают, что данное заявление должно быть рассмотрено в соответствии со статьями 447-448 УПК РФ, которыми предусмотрено, что уголовные дела в отношении лиц, указанных в статье 447 УПК РФ, возбуждаются в порядке статьи 448 УПК РФ. В соответствии с институтцией Российской Федерации борьба с преступностью является обязанностью государства. Правительство Российской Федерации в основном существует меры по обеспечению законности, права и свободы граждан, охране собственности и имущественного порядка, в обеспечении преступности. Президент права потерпевших от преступления и злокопределения мласти охраняются законы. Государство обеспечивает потерпевшим рост правосудия и компенсацию причиненного ущерба. Указанное положение в институте Российской Федерации на чистое развитие федеральной законодательства. Согласно закону, правоохранительные органы должны своевременно выявлять, предупреждать, пересекать и раскрывать преступления, выявлять восстанавливать и причастность к нему. При этом отсутствии должной реакции правоохранительных органов на поступившую информацию о признаках подготовки и совершения преступлений является нарушением права как потерпевшего, так и общества в целом, на защиту со стороны государства. Это не будет незамедлительного прокурорского реагирования. При наличии оснований полагать, что нарушение права и свободы человека в гражданине имеет в характер преступления, прокурор обязан принимать меры к тому, чтобы лица его совершившие были подвергнуты уголовным бесследностям в соответствии с законом. Часть 2, статьи 27. Докон о прокуратуре 20. Изучив уголовное дело, поступившее с объединительными заключениями, фактором постановления, что прокурор должен дать обоснованную оценку собранной доказательствами в точке зрения достаточности, относимости и допустимости, проверить соответствие законной пропагонции иных действий иных материалов дела, проанализировать соответствие по реакции садейного требования МКРФ, после чего он принимает решение в порядке статей 221-226 МКРФ, наличие любых нарушений в действующем законодательством и правом уголовного дела является безусловным основанием для его возвращения в органы предварительного расследования в порядке установленного МКРФ. Прокуроры ориентируют руководство подразделения органов следствия должна на обязательность предварительного изучения в порядке ведомственного контроля уголовного дела на программе согласно ст. 220-225 МКРФ с указанием результатов изучения сопроводительного письма. При этом прокурор несет персональную ответственность за все принятые по результатам проводимых проверок решения, из чего возможно сделать однозначный вывод, что проверяя материалы поступившего из Следственного комитета уголовного дела, умышленно, проверяющим лицом, умышленно не обратило внимания на материалы дела или вообще их не изучало. По результатам изучения дела даже непрофессионалу видно, что указанное уголовное дело все пронизило нарушение. Похоже с того и халатностью, что подтверждается также и теми фактами, что по явным указанным преступлениям рапорта не подавались, а соответственно проверки не проводились. А прокурор при изучении дела явно бы обратил внимание и в том числе на освобождение Хаханова в данной сутки от уголовной ответственности. Среди чем полагаю, что прокурор не в полной мере ознакомленный с материалом уголовного дела. Значит, он обратил внимание на это показания сопротивлениях полиции, которые фактически признаются совершенному преступлению именно факте отрывательства от учета сообщения преступления. Однако не следственники корпоратуры на данный факт не отреагировали и соответственно прокурор должен обратить внимание и на то, что Хаханы, по моему мнению, был незаконно освобожден от уголовной ответственности, постановлением следствия, о прекращении уголовного преследования в отношении него. Итак, согласно пункту 10, часть 1, статьи 448 прокуроратуры, уголовного дела в отношении прокурора района, города, природных, миру прокурора, руководителя, исследователя следственного органа по району, города, а также адвоката, руководителя следственного органа, следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации в отношении ваших стоящих прокуроров, руководителей, следователей ваших стоящих органов, возбуждается председателем следственного комитета Российской Федерации или его заместителем. В связи с чем, считаю необходимым направить протокол судебного наследия с текстом заявленного сообщения о заседании материалов из уголовного дела для принятия правительственного решения в Центральный аппарат СССР, на том основании, что в реализации и прекращении уголовного дела в отношении к Ахану, судя по заседанию уголовного дела, за действительные лица вышла в знаменах правительственного комитета, так и по правительству СССР. Соответственно, я прошу выделить материалы дела, на которые ссылки я в сообщении о преступлении привела, протокол судебного свидания, в части сообщения о преступлении на карте, правительный аппарат СССР по привлечению, соответственно, к уголовной ответственности должностных лиц, причастных к незаконному, по моему мнению, освобождению от уголовной ответственности Капанова, Артема и Греча. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...